Макета Макета Уже очень давно людям знаком процесс изготовления моделей и макетов. Макеты собирались еще в Древней Греции для представления архитектурных проектов. В период возрождения производство макетов начинает принимать уже профессиональный характер. Иными словами, изготовление макетов и моделей имеет богатую многолетнюю историю. Но в наше время, с развитием современных технологий, макетное моделирование терпит существенные изменения. На первый план выходит использование высокотехнологичного оборудования. Изготовление моделей вплотную связано с использованием информационных, лазерных и других технологий, которые, кажется, еще не так давно находились за пределами реальной жизни. И абсолютно естественно, что наша организация, занимающаяся разработкой прорывных технологий, лидирует также и в данной сфере деятельности. Конструкторская мысль всегда многомерна. Обычные двухмерные чертежи, на которые обычно опираются изобретатели, не в состоянии убрать разрыв между задумкой и ее фактическим воплощением. Изготовление моделей и макетов опытно-экспериментальным отделом посредством применения передовых технологий дает нам возможность как можно быстрее перейти от идей к их воплощению, сократить трудозатраты, учесть будущие ошибки в процессе проектирования и, как результат, уменьшить стоимость развития прорывных транспортных технологий SkyWay. Также макетно-модельное производство требует не просто точности воспроизведения замысла разработчика проекта, но также и творчества в выражении этой идеи. Объединение прогрессивных технологий с привычными вариантами изготовления выводит работы опытно-экспериментального отдела на качественно новый уровень, позволяет уменьшить сроки проектирования, а также представить проектированный объект с учетом всех без исключения информационно-визуальных характеристик. Макетирование интерьера Unibus позволяет показать развитие пространства, уточнить масштаб и взаимосвязь внешнего и внутреннего пространства. При макетировании путевой структуры достигается единство планировочного замысла с природной и градостроительной ситуацией. Опытно-экспериментальный отдел SkyWay создает модели как уменьшенные, так и в полную величину, применяя последние инновации в сфере моделирования в сочетании с традиционными методами макетирования. В последнее время сотрудники отдела также осваивают полноценное производство некоторых компонентов струнных технологий, в частности, интеллектуального ограждения SkyWay. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Мы здесь собрались по торжественному поводу. Не могли бы Вы объяснить всем нашим зрителям, многочисленным поклонникам нашего проекта, проекта SkyWay, инвесторам, акционерам, партнерам, что здесь сегодня происходит и где мы находимся? В нашей мастерской мы изготовили очередную действующую модель, немнодействующую модель навесной транспортной системы SkyWay. Мы покажем ее испытание. Это вот, масштаб 1 в 10. А что нового в испытании этой модели в сравнении с теми моделями, которые мы уже испытывали, как я понимаю, с подвесными? В чем особенность данного момента? В чем его значимость? Ну, здесь отличия есть и в дизайне, в аэродинамике, в обводах, это видно. Можно сравнить со старыми моделями. И отличия в путевой структуре, в опорах. Здесь уже стоят демпферы. Здесь есть противовыгиб строительный. Вы увидите, мы там с помощью лазера покажем, что в исходном состоянии путь, он выгнут вверх в середине пролета. А при движении юнибуса, вот эта деформация убирается, и юнибус едет, колесо едет по идее на ровному пути. И здесь это уже показано и сделано тоже в масштабе 1 в 10 путевая структур. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для новичков, возможно, в технологиях Skyway объяснить, что сегодня здесь произошло. И как вы оцениваете результаты испытаний? Это не прицел, это лазерный нивелир. То есть он дает газонатальную плоскость, да? Для того, чтобы увидеть деформативность. Любая стакада деформативна, любая. Если взять капитальные мосты, то требование жесткости пролета 1 в 800. То есть под расчетной нагрузкой пролет, допустим, 800 метров прогнется на 1 метр. 1 в 800. Вот мы навесные системы проектируем с такой же жесткостью. Это капитальный мост. Но он все равно деформируется. И для того, чтобы проверить правильность расчетов, мы с помощью лазерного нивелира смотрим вылеченную деформацию. Потом знаем нагрузку, знаем расчетные методики. Мы можем посчитать, правильно ли мы спроектировали. И верхний путь, это более деформативный путь. Здесь гибкий рельс, здесь жесткий рельс, здесь гибкий рельс. Он близок к канатной дороге, но это не канат, видите, это стальной рельс. Так и по нему едет колесо. Поэтому оно едет ровно, без шума, с большой скоростью. То есть с малыми потерями на сопротивление качения колеса. И вот все измерения показывают, что мы правильно проектируем. И деформации пути в пределах допустимых то, что заложено в проекте. При этом мы используем методики для действующей строительной нормы правила масты и трубы по проектированию и расчету мостов. Дорогие друзья, мы используем методики для действующей строительной нормы. Дорогие друзья, здравствуйте. Рад вас приветствовать на еженедельном вебинаре для новичков. То есть для новичков мы проводим в 12 часов по Москве, в 19 часов по Москве. Меня зовут Сходоев Алексей. Сегодня Сергей Анатольевичем мы проводим в этот вводный вебинар. И пожалуйста, напишите, поставьте плюсик. Или напишите от 1 до 10, как меня слышно, как видно. Рад всех приветствовать. Так, ну для начала традиционный опросник. То есть в основном эти вебинары у нас предназначены именно для новичков. Поэтому статистику нужно, так скажем, увеличивать именно в плане посещения новичков. То есть те люди, которые два и более раз. То есть, естественно, нужно посещать, смотреть, потому что мы с Сергеем Анатольевичем сейчас сами оттачиваем, делаем более краткую, емкую, лаконичную презентацию проекта. И, соответственно, на данных вебинарах можно учиться. И нужно учиться до определенного момента. Не всегда ходить на вебинары ради того, чтобы просто сходить на вебинар. Ну, соответственно, впитывать и получать необходимые умения, знания, навыки. И я рад в первую очередь приветствовать всех новичков. Те, кто в первый раз присутствует на подобном вводном технико-экономическом вебинаре. Пожалуйста, проголосуйте. Все 140 человек. На сегодняшний день проголосовало 60 человек. То есть, вот все голосуют. Проголосовать не сложно. То есть, я сейчас сброшу инструкцию со стрелочками, как проголосовать. В чате вы увидите. Обязательно это принципиально, прямо, чтобы понимать, сколько у нас действительно присутствует новичков. После этого мы уже начнем основную часть вебинара. Вебинар для новичков мы планируем уложиться в максимум 45 минут. В дальнейшем будем сжиматься еще до 30 минут. Выступать будет как Сергей Анатольевич Собиряков, так и я, Алексей Сходоев. И, собственно, вебинар для новичков предназначен не для широкого освещения, именно по технологии более глубоко. То есть, это поверхностные, но самые важные и самые главные знания, которые необходимо понять человеку, которые все мы когда-то, кто уже развивает технологию Skyway, не первый день, а многие не первый год. И фактически скоро это будет 2 года, то есть, через несколько месяцев. И те люди, которые развивают уже давно, вы все прекрасно помните, на что вы пришли, что вас заинтересовало, что вас интересовало в первую очередь. Как раз-таки на данных вебинарах мы имеем целью и мотивации постановка основных вопросов и раскрытие основных вопросов, чтобы не было неотвеченных каких-то пунктов для новичков. И вижу по опроснику, что проголосовали не все, но, собственно, 12 новичков присутствует. Это хороший показатель. Но давайте, друзья, стремиться, потому что мы этот процесс отлаживаем. И ссылки будут постоянные. Ссылки будут постоянные. То есть, вы сможете перебрасывать по почте, по Skype, либо вручную как-то данные ссылки. И, соответственно, будете понимать, что каждую среду в 12 по Москве, либо в 19 по Москве, независимо от каких-либо обстоятельств, будет проходить вебинар для новичков. И, собственно, перейдем к самому вебинару. Вы все находитесь сейчас в аудитории, так скажем, в информационном поле Skyway, именно Skyway Invest Group. Это один из фондов, который является главным по финансированию технологии Skyway. И вспомним вообще, с чего все начиналось и, в первую очередь, что такое Skyway. На сегодняшний день уже человечество переходит порог пятого технологического уклада, то есть это интернет и телекоммуникации. И если кремниевую революцию совершил именно пьезоэффект, то есть свойства кремния, передавать электромагнитный сигнал, получать информационные данные, родились микросхемы, родились компьютеры, родились смартфоны, планшеты. Все, чем мы сегодня пользуемся, для чего мы не можем представить без этого сегодня свою жизнь. Но логистика, несмотря на это, и именно транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, именно включая соединение в одном сеть, она стоит на месте. И как раз таки Transnet – это будущая сеть, сеть ближайшего, самого ближайшего будущего. То есть мы уже будем демонстрировать в 2016 году первые тестовые участки, то есть это легкий прогулочный, городской, грузовой, транспортные средства. И, соответственно, Transnet – это недалекое будущее, это уже ближайшее, настоящее. На сегодняшний день все процессы, уже информационные, денежные переводы, происходят очень быстро. Но очень нераскрыта возможность и полный потенциал именно транспортной инфраструктуры, именно логистики. То есть многие товары, грузы, руда, уголь, они перевозятся неделями, а то и месяцами, когда информация и сигнал, который сейчас передается по скайпу, он действительно передается фактически моментально. И нужно стремиться, я считаю, что это абсолютно логично и обоснованно, чтобы наше мгновенное перемещение, перемещение мгновенных грузов и товаров действительно становилось мгновенным и скорость повышалась. На сегодняшний день скорость перемещения средняя по железной дороге от 9 максимум до 20 км в час. И, соответственно, это проблема, с которой нужно бороться. Skyway – это недостающее звено в мировой логистике, это будущее мировой логистики. Друзья, все начиналось с 70-х годов, то есть от гигапроекта, от глобального, переходило к локальному. И Анатолий Эдуардович Ницкий, который является на сегодняшний день генеральным директором, генеральным конструктором, отцом, родоначальником именно технологии Skyway, еще в 70-х годах предложил, как выйти, как вывести промышленность в открытый космос, как вывести все вредное производство с пределы орбиты. И, соответственно, первые концепты, после того, как была проведена всесоюзная космическая конференция по именно вне ракетному освоению космоса, и Анатолий Эдуардович Ницкий представил технологию так называемую Spaceway, то есть это вывод промышленности в открытый космос именно с помощью струнной технологии. Но представьте, если в 70-х годах не было интернета, не было компьютеров, то есть только пятый технологический уклад, можно сказать, зарождался, о каком шестом технологическом укладе и Skyway, и струнные технологии, и сеть ближайшего будущего Transnet, это как раз-таки фундамент и основы шестого технологического уклада. Тогда просто времени пришло, и, соответственно, Анатолий Эдуардович Ницкий решил все это сложить таким образом, что от глобального перейти к локальному, в данном случае от освоения околопланетного пространства в виде вывода промышленности в открытый космос, Анатолий Эдуардович Юницкий стал задумываться, каким образом создать легкий и дешевый, комфортный, безопасный, экологичный транспорт, основываясь на существующих законах физики, пользуясь существующими материалами, не создавая ничего нового и глобального. И так начался двигаться проект Skyway. Собственно, есть более подробная история, в YouTube можете набрать, история развития Skyway, но стоит отметить то, что история действительно уже колоссальная. Это более 35 лет, это более 35 лет развития. То есть в 2000-х годах уже поддерживали наивысшие чины, в том числе, в первую очередь, губернатор Красноярского края Александр Лебедь, Лебедь Александр Иванович, и одна из основных фраз, которую он произносил, что струнным дорогам в России быть. С 2001 по 2009 год функционировал именно участок, тестовый участок в Московской области, городе Озеры. Там производились испытания на передвижной лаборатории. Вот, то есть вы видите ЗИЛ, это как раз таки передвижная лаборатория. Произошли многочисленные и очень важные испытания путевой структуры. И все оплатировали стоя, когда это действительно все реализовалось. Но время тогда не пришло, потому что, видимо, ситуация в стране была еще не такая удручающая. И при презентации Дмитрия Анатольевича Медведеву, Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал, но сказал такую фразу, что финансирование, если найдете, то, соответственно, реализовывайте, пожалуйста, проект. Но почему-то при выделении бюджета в районе 1 миллиарда рублей и при выделении Skyway именно как спецпрограммы госразвития дали на тестовый участок Московскую область, город Озеры. Приехали неизвестные люди и, собственно, спилили все эти конструкции, буквально за сутки везли в неизвестном направлении. Анатолий Эдуардович Юницкий назвал этих людей вандалами. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что это преступление, преступление века, можно сказать. Это ошибка той эпохи, можно сказать. Потому что тогда была испытана путевая структура, то есть многие задают вопрос, а есть ли вообще что-то в реальности, посмотреть в железе. Да, друзья, была испытана путевая структура, это поколение, второе поколение струнных технологий. И на сегодняшний день мы создаем именно новое поколение. И как раз таки пришло время развивать именно проект с помощью краудинвестинга. Это абсолютно закономерный шаг и стоит отдать должное видению и очень мощному глобальному мышлению Анатолия Эдуардовича Ницкого, который не побоялся предпринять такой шаг и начать развиваться с помощью краудинвестинга. Поэтому, друзья, все, кто участвует в проекте Skyway, они являются одновременно и совладельцами доли, у кого-то минимальные, у кого-то самые максимальные доли. Это в зависимости от вашего интереса, вашего вклада в развитие проекта и, естественно, инвестиций. И, что хочется отметить, сейчас нас уже более 200 тысяч людей зарегистрированных, более 30 тысяч, кто ежемесячно инвестирует. Уже сейчас мы вышли на плановые производственные строительные работы, уже сейчас вовсю строится техноэкопарк и те риски, которые были в начале развития краудинвестинга, то есть это 2014 год, они неизмеримо малы по сравнению с тем, что было раньше. То есть раньше не было оболочки, все даже вебинары, информационное поле, это только отстраивалось, только налаживалось. И, друзья, сейчас созданы все условия, чтобы развивать ту технологию, которую мы все с вами развиваем на сегодняшний день. Это технология Skyway. Это инновационный транспорт не будущего, а самого ближайшего настоящего. И основные направления струнного транспорта это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт, городской пассажирский и грузовой транспорт будут продемонстрированы, просертифицированы уже в 2016 году. И также, как точка входа, был выбран легкий прогулочный транспорт. То есть что касается легкого прогулочного транспорта, то это именно стратегия у нас очень мощная в группе компаний работает стратегический отдел, и отдел планирования, развития. И, соответственно, была выбрана такая точка входа, как точка входа в рынок мировой транспортной индустрии. и это все работает, уже инициируются первые адресные проекты. Мы проявили множество уже переговоров и по потенциальному применению высокоскоростного транспорта, но все развивается постепенно и точка входа была выбрана абсолютно верно. И, дамы и господа, я могу со всей ответственностью заявить, что в ближайшие года действительно струнному транспорту, как сказал Александр Иванович Лебедь, струнному транспорту не только в России быть, но и во всем мире быть. Поэтому у нас есть слоган, который придумал сподвижник проекта Михаил Калантаров именно в Минске. Эта фраза родилась «Строй Skyway, спасай планету». Ну, собственно, россиянам это все сужается до «Строй Skyway, спасай Россию». Англичанам до «Строй Skyway, спасай Англию». Почему «Спасай»? Потому что те коллапсы, которые надвигаются финансово-экономически по именно формированию раздробленности в мировом масштабе и многие эксперты предсказывают, что именно транспортная индустрия сможет сшить континенты и наладить отношения геополитические, которые сегодня очень напряжены. И что говорить об экологичности, что говорить вообще о технических составляющих, я приведу основные, самые эффектные, так скажем, моменты, которые необходимо понимать в первую очередь новичку, так как струнный транспорт это действительно инновационный транспорт второго уровня. Что касается экологичности, то это абсолютно экологичный транспорт. Вообще струнный транспорт можно строить на абсолютно любом типе местности, рельефа, и он не мешает передвижению миграции животных, он не мешает движению грунтовых вод, он не мешает сельскохозяйственной деятельности, потому что он находится на втором уровне. И только одно тно, то что транспорт находится на втором уровне, позволяет увеличить аэродинамические свойства подвижного состава аж два раза. Вот только это качество. Коэффициент аэродинамического сопротивления у Юнибуса, у Юнилета значительно выше, чем у спортивного болида. Я очень люблю вот этот слайд, и это действительно очень мощная визуализация. Также здесь нужно добавить истребитель, американский, русский, как кому нравятся, аэродинамические свойства даже выше, чем у военного самолета-истребителя. То есть ЦХ 0075 и сегодня соответственно уже увеличивается потенциал, увеличивается данная характеристика уже и так довольно неплохая. И что касается КПД колеса, так как это рельсовый автомобиль и фактически осуществляется движение сталь по стали, это 99%. То есть это минимальные потери как энергии, так и топлива при эксплуатации. И очень малое количество материалов затрачивается при строительстве. Никаких сезонных работ. Фактически не нужно складов, потому что вот те, кто созреет, так скажем, и решит сегодня остаться на расширенной технико-экономический вебинар, который идет в этой же комнате, сразу за вводным вебинаром технико-экономическим для новичков, на котором вы сейчас присутствуете, узнает более подробно, что на самом деле технология Skyway имеет намного больше преимуществ, которые указываются в данном вебинаре. То есть это именно вводная часть, это, так сказать, азы, это основы, которые стоит знать, которые стоит доносить. И, друзья, 100 грамм топлива на человека, на пассажира, это минимальные показатели. Это создание и использование новых альтернативных источников энергии. Естественно, вначале это будет дизель-генератор, но далее это будет и солнечная энергетика, далее это будет, причем в легком прогулочном транспорте сразу будет использоваться и аккумуляторы, накопители, и соответственно мы будем шагать в ногу со временем. Я вот сейчас также активно слежу за новостями науки, продвигается, немцы сейчас активно продвигаются исследования термоядерного синтеза, то есть, если появится какой-то новый источник энергии, платформа Skyway, именно основа базы Skyway будет, соответственно, использовать эту технологию. И, друзья, что такое струнный транспорт, что такое струна, почему называется струна? Я привожу простейший пример, пример на основе гитарной струны, так как это абсолютно наглядно и понятно. Представим, что, вот, пожалуйста, две ручки, они расположены параллельно, и представим, что это струна, представим, что это леска, соответственно, мы напрягаем, мы натягиваем, и вот вы видите, пожалуйста, на слайде струнный рельс состоит из множества стальных проволок, то есть диаметр проволок от 3 до 5 миллиметров, это может быть 150-200 расположенных возле друг друга проволок, они растягиваются, они находятся в напряженном состоянии, они являются неразрывной конструкцией уже сами по себе проволоки, потому что их много, их сложно разорвать, их сложно разрушить, и далее это все закрепляется, омоноличивается, то есть вы видите на слайде именно эпоксидный раствор, либо какие-то виды бетона, и, соответственно, все это омоноличивается, далее ставится головка рельса, инновационный рельс без ребордов, и абсолютно ровная поверхность, без сварных швов, стыков, соединений, и так далее, обеспечивающие отсутствие деформации, вибраций, именно стуков при перемещении, и минимальное вообще воздействие шума, как на пассажира, так и на близлежащие поселения, которые находятся вблизи путевой структуры, и, соответственно, это обеспечивает максимальный комфорт перемещения, и абсолютно доступное каждому перемещение с точки А от точки Б, которое будет являться мгновенным, потому что мы не будем тратить время, соответственно, на пробки, мы не будем тратить время на бешеные по времени пересадки, когда нужно долететь, допустим, с Челябинска в Бишкек, и большую часть времени мы просто тратим в виде пересадки, находясь в аэропорту, то есть Сергей Анатольевич Сибиряков на расширенном вебинаре более подробно на этом остановится, и развитие Skyway это уже здесь сейчас, уже здесь сейчас мы строим вовсю, и мы с радостью об этом говорим новичкам, так как Skyway это уже настоящее, экотехнопарк уже развивается, уже стремится ввысь анкерная опора, которая является одновременно станцией, уже устанавливаются даже промежуточные опоры, и, друзья, то ли еще будет очень быстро этот процесс развивается, далее будет натянуто с помощью технологической оснастки струна, и уже возможно даже летом, максимум осенью поедут первые юнибайки, первые юнибусы, и мы докажем и продемонстрируем всему миру, что действительно те адресные проекты, которые мы сегодня инициируем, мы их не просто так инициируем, мы их инициируем целью именно предзаказов, целью занятия ниш, которые на сегодняшний день невозможно использовать с помощью существующей транспортной инфраструктуры, мы входим туда, куда существующий транспорт не может прийти, мы действительно помогаем многим индустриям, мы помогаем очищению планеты, так как сейчас происходит именно серьезный процесс экологического загрязнения и я очень рад, что на климатическом саммите ООН приняли экологический нейтралитет против углеродного топлива, соответственно действительно общественность мировая развивается в правильном ракурсе и более того не мудрено, что уже сотни тысяч людей поддерживают по всему миру технологию Skyway и это количество растет с каждым днем все больше и больше потому что это наше будущее это настоящее уже сегодняшнего технологического уклада, который врывается и развивается уже параллельно с пятым технологическим укладом. Есть такое понятие, что наш младший брат это интернет, потому что оптоволокно, потому что силовые кабели будут вшиты в путевую структуру и туда, куда придет струнная дорога, соответственно появится инфраструктура, появится цивилизация и жизнь в привычном слове, в привычном понимании с сетью, с интернетом, со светом, с электричеством и естественно с возможностью комфортного, быстрого и дешевого как перемещения, так и строительства путевой структуры. На этом собственно моя краткая часть подошла к концу. Друзья, я рекомендую изучить эту возможность, понять ценность Skyway и рассказываю действительно об этом каждом, как мы начали это делать еще в 2014 году и на сегодняшний день краудинвестинг совершил невозможное, то что за все десятки лет не было собрано, уже собрано с помощью обычных людей, с помощью народного финансирования и только каждый из нас с вами в совокупности мы все сможем обеспечить дальнейшее, еще более мощное продвижение проекта и соответственно мы защищаем свои инвестиции инвестируя в этот проект и рассказывая о нем другим людям, которые о нем еще не знают. Благодарю за внимание. Теперь я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову, то есть это человек, который занимается более 15 лет этим проектом. собственно на слайде вы все регалии и все заслуги Сергею Анатольевичу сможете увидеть и прочитать. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. До встречи на расширенном технико-экономическом вебинаре. Приветствую, Алексей. Приветствую всем, друзья. Те, кто заходит на вебинар у нас уже на следующий, который будет на 20 часов, не удивляйтесь. То есть мы сделали такую практику, что первый вебинар на 19 часов мы разделили для новичков. Я, к сожалению, чуть-чуть задержался, потому что в Москве идет снег. Как всегда, снег это транспортный коллапс и спрогнозировать время практически невозможно. Это как раз те реалии нашей жизни сегодня о том, что смог, пробки, зависимость особенно в крупных мегаполисах от транспортной системы, которая сегодня есть, которая крайне несовершенна. завтра мне лететь в Самару, будем в Самаре проводить конференцию и встречу как раз и с мэром, и с министром транспорта именно по адресным проектам. Все это как раз друзья показывает и сегодня ставит о том, что система крайне несовершенно транспортная, она требует изменений. И как всегда было за всю историю, когда следом за информационной революцией идет транспортная революция, в общем-то, когда проложили трансатлантический кабель между Старым и Новым Светом, то следом за этим прорыли Советский канал, потому что понадобилось следом тем, как информация стала ходить за минуты и за секунды, а грузы месяц заходили по океанам, поэтому прорыли и сократили до 40 дней. Сегодня 40 дней между Старым и Новым Светом это тоже крайне много. И с учетом того, что, как Алексей уже сказал, за последние 30 лет произошла информационная революция, то есть зародился и вошел в нашу жизнь, как мы его теперь называем, младший брат интернет, то есть интернет это все, что связано со сбором, передачей, использованием, хранением информации, вот, это все, что связано с микроэлектроникой, все, что связано с кремниевыми технологиями, именно кремний дал целое направление индустрии, то есть возможность модулировать индивидуальную электромагнитную волну с помощью пьезоэффекта, это кто не помнит из школьной физики, соответственно, это все интернет, младший брат, у нас, видите, уже идет компания Транснет, то есть это транспортные коммуникации, транспортные технологии нового поколения, это сеть нового поколения, которая уже основана на физических свойствах преднапряженной стальной конструкции, технологию, которую уже 40 лет разрабатывает наш российский инженер, он родился в Казахстане, родился в Беларуи, потом долгое время жил в Казахстане, работал в России, сегодня полигон строится в Марьиной горке, это Анатолий Дуарш Юницкий, это человек, который дал новое направление в технологическом развитии вообще всей коммуникационной системы, это родоначальник нового инженерного направления, и мы ее так и называем, это новая экономическая технологическая школа, а мы уже развиваем это технологическое направление в плане экономики, в плане прогнозов, в плане применения к экономическому развитию, и вы, друзья, сейчас, кто пришел первый раз, я не видел опросник, который сегодня проходил, то есть сколько людей, ну, по статистике, у нас всегда там 30-40 человек из 206, которые сейчас на вебинаре, вот, это люди, а, вот Алексей пишет, 12 человек, это которые зашли, вот, мы для них сегодня и делаем именно такое обращение, и показываем новую технологию, и как раз те, кто уже заходит на вебинар на 20 часов, те, кто ходит к нам постоянно, у нас за два года появилась уже большая армия именно таких преданных людей, которые действительно верят в технологии, которые действительно хотят мир, и с помощью которых мы сегодня добили уже определенных результатов, мы сегодня демонстрируем технологии, мы сегодня демонстрируем возможности Skyway и движемся именно с помощью краудинвестинга вперед. И вот сейчас как раз интересно тот слайд, который Алексей поставил, так, Нина, мы не отстаем от плана, нет, друзья, от плана мы отстать в принципе не можем, потому что наш план это создать будущее, от создания будущего отстать в принципе невозможно, поэтому естественно, что есть определенные графики, есть определенные, но так как мы движемся, друзья, очень хорошо, и сейчас все идет правильно, и все идет технологически так, как должно быть. А вот эта картинка для новых, кто еще не видел и не знает, что это такое, то смотрите, друзья, на первом слайде, ну, видите, в первом это паровоз Стефенсона, то есть это первый, кто поставил паровую машину на леса, кто сделал железное колесо по железному рельсу и, соответственно, практически в 30 раз увеличил, ну, там, в 20-25-30 раз увеличил тяговую мощность за счет того, что могла делать лошадь, соответственно, по ободу по земле, и таким образом появился первый прототип железной дороги, соответственно, это за собой повлекло создание целой индустрии, связанной с угледобычей, с металлургией, дальше паровая машина пришла в мореплавание, значит, появился пароход, и, как видите, вот здесь паровая машина и скоростное движение, скоростной поезд, это то, что мы видим сегодня. Дальше автомобиль Бенса, это та телега, на которую Бенс поставил однотактовый двигатель внутреннего сгорания, и, соответственно, началась эра автомобилей, а Форд, дальше, который запустил конвейер, сделал технологичный процесс дешевого производства автомобилей в начале 20 века стала возможным, уже доступным эта технология, соответственно, мы видим сегодня современные автомобили, облик, которые, которые изменили облик городов, изменили цивилизацию, изменили, и сегодня мы не представляем, что такое сегодня жизнь без автомобиля. Следующее, то, что мы можем интересно видеть, это первый самолет братьев Райт, который подняли в 1903 году, и здесь, кто не знает, мы это тоже, друзья, постоянно повторяем, это тоже интересный факт, который также необходимо всегда использовать в аргументации, о том, что в 1899 году Британская Академия Наук, Королевская Академия Наук, сделала заключение, что аппараты тяжелее воздуха с существующими технологиями движителей, то есть двигателей внутреннего сгорания либо паровых машин, не могут поднять аппарат тяжелее воздуха в ближайшие 30 лет. Это их официальное заключение, это можно зайти, посмотреть, это исторический факт, и ровно через 3 года после этого заключения братья Райт поднимают аппарат и доказывают всему миру, что это возможно. Сегодняшние лайнеры, конечно, их нельзя сравнить с теми, что поднимали братья Райт, это, вот на слайде вы видите Boeing 747, это мощнейший межконтинентальный лайнер, который перевозят до 500 пассажиров, и сегодня индустрия шагнула намного дальше, но тем не менее, исходя из цивилизационного развития, исходя из логики, которой сегодня мы придерживаемся, что самолет это уже птеродактиль цивилизации, это тот, который выполнил свою задачу, да, он обеспечил высокие скорости перемещения, что самое ценное в нашей жизни это время, но исходя из той экологии, исходя из той ущерба окружающей среды, которую он сегодня наносит, мы миримся с тем, что дает сегодня самолет, но при первой же возможности, как только будут возможности экологического, быстрого, дешевого перемещения с приблизительными скоростями, мы сразу же будем отказываться от самолета, и это, друзья, произойдет естественным процессом, а не потому, что я люблю или не люблю самолеты, я по первому образованию авиационный инженер, вот, я всю жизнь мечтал стать летчиком, вот, летал в аэроклубе, прыгал с парашютом, но я могу сказать, что оценивая вред, который наносит сегодня самолет нашей окружающей среде, вот, надо же, надо это пересматривать, и как раз сегодня мы с вами занимаемся тем, что запускаем технологии, мы участвуем в создании проекта, именно Skyway струнных технологий инженера Юницкого, и также вы видите на слайде, как 15 лет назад были продемонстрированы первые возможности, то есть, когда подвижной состав, в данном случае это лаборатория, которая находилась на базе ЗИЛ, 131-го, может передвигаться по пуптевой структуре, вес которой меньше 100 килограмм одного погонного метра, и это без насыпи, это без балок железобетонной эстакады, это все возможно, и все это концептуально называется струнные технологии инженера Юницкого, технология Skyway, и как раз ЗИЛ, который на фоне облаков дал название этой технологии, как раз вошел в историю, к сожалению, не сохранился сам этот первый полигон, его уничтожили вандалы, но об этом мы будем говорить позже, пока я могу сказать, что свою задачу этот полигон выполнил, он продемонстрировал, дал научные знания для дальнейших, экспериментов для дальнейших разработок, а то, что мы строим, есть видео там, где испытывают дорогу с ЗИЛом, есть, конечно, а как же вы думаете, то есть мы обязательно это покажем, и мы это демонстрировали президенту Медведеву, который на тот момент занимал эту должность, поэтому работа и демонстрация проделана огромная, и естественно, что сегодня на рынок и технологии демонстрируются это не ЗИЛ, в 131-й вы видите, как эта фотография, как этот ЗИЛ можно сравнить как с самолетом братьев Райт, то есть это первое демонстрация технологии, это первая демонстрация возможностей проведения, а естественно, на рынок сегодня выводится технология уже четвертого поколения, это подвижной состав, юнибусы, которые будут развивать скорости уже сопоставимые с 500-600 километрами в час, то есть они уже максимально приближаются к самолетным скоростям, то есть сегодня средняя скорость авиалайнера это 750-800 километров в час, поэтому 500-600 километров в час, это уже соизмеримая скорость, но по затратам, по экологичности, по себестоимости, по всему наземный транспорт, который сегодня представлен, который будет продемонстрирован в Марьиной горке, это испытательный и демонстрационный полигон в Белоруссии, недалеко от Минска, они, конечно, не сопоставимы с тем, что сегодня показывают и демонстрируют самолет, и естественно, это новый такой технологический цивилизационный скачок, который даст нам абсолютно новый инструмент для освоения новых территорий, для освоения новых месторождений, для создания новой экономики, для создания нового уже постиндустриального, как мы его сегодня называем, мира, и следом за, я вам сейчас уже для тех, кто только подсоединился, ввожу новую терминологию, в рамках которой мы сегодня работаем, и то, что сегодня в рамках цивилизации и экономики, которой мы сегодня оперируем и которой мы сегодня живем, это все называется техногенная цивилизация, техногенная экономика, вы слышали все, все эти термины, и технологическое давление на природу, которое сегодня есть, это как раз то, что сегодня цивилизация нам дает, с одной стороны, это блага и тем, что мы сегодня пользуемся, с другой стороны, к сожалению, друзья, Это то, что мы сегодня давим на природу, то, что мы сегодня платим за пользование этой цивилизацией своим здоровьем, экологией, то есть тем, что сегодня мы дышим некачественным воздухом, пьем некачественную воду, питаемся некачественными продуктами, все это отображается на здоровье, на продолжительности и качестве жизни. Это сегодня оборотная сторона нашей цивилизации, нашей техногенной, техногенного развития, к которому мы сегодня подошли. Следом, то, что сегодня мы запускаем и сегодня в рамках программы, которой мы работаем, это запуск новой технологии, которая называется экогенная. Это то, что будет создавать новое расселение, новые города, новую цивилизацию и новые представления, вообще новое освоение жизни. Это будут абсолютно экологически чистые города, в которых мы будем жить. Это абсолютно экологически чистый транспорт, на который мы будем перемещаться. Это отсутствие такого понимания, в принципе, как пробки или как сотни тонн керосина, который выбрасывает этот птеродактиль, самолет, который пролетает над нашей головой и сжигает в самых незащищенных слоях стратосферы сотни тонн керосина, при этом уничтожая озонный слой и выбрасывая нам на голову эти кислотные дожди, которые убивают все живое. Это, друзья, смена эпохи, смена парадигм, и она сегодня происходит именно в рамках смены технологических укладов, то есть то, что в начале 20 века наш российский, советский, русский экономист Николай Кондратьев расписал в виде длинных экономических волн, то есть то, что каждому времени способствует и доминирует своя технология. Это была технология паровой машины, потом электричество, потом двигатель внутреннего сгорания, то, что весь 20 век. Сегодня вы все были свидетелями создания технологий и вход в нашу жизнь информационных, технологий информационной эры, когда мы стали пользоваться интернетом, когда у нас у всех в кармане мобильный телефон, а еще буквально 15-20 лет назад это казалось в принципе фантастикой, это казалось невозможным, а сегодня шестилетний сынишка спокойно сегодня входит в интернет, переписывается с одноклассниками, считает, что это вполне реально и задает мне вопрос, папа, какая скорость интернета была тогда, когда ты ходил в школу? И на мой вопрос, что не то, что когда я ходил в школу, а даже когда я заканчивал институт и начал писать диссертацию, мы такого понятия, как компьютер, только представляли, что он где-то есть, но мы реально этого не видели, и когда это вошло в нашу жизнь, а тем более, когда мы сегодня пользуемся благами, то сегодня объяснить, что той техникой, которая сегодня пришла, ей всего 10-15 лет, и то качество, которое она дает сегодня, несоставимо с той скоростью, как она развивалась, и соответственно, то, что мы сегодня можем общаться в таком составе из разных стран, даже на разных континентах, это, конечно, заслуга нашего младшего брата, пятого технологического уклада интернета, но, друзья, пришло время смены эпох, пришло время смены технологий, и что самое основное сегодня является тормозом для принятия этой технологии, тормозом для принятия новой технологии именно сегодня на постсоветском пространстве, в странах СНГ, в России в частности, это о том, что технология придумана и разработана здесь, и что изменение технологического уклада, и весь мир, вся цивилизация начнется меняться именно с России, с евразийского пространства, с Белоруссии, с Украины, вот это как раз сразу вызывает тормозом, и почему-то всем кажется, что все новое должно прийти с Запада, с Японии, в конце концов, с Китая, а что от нас ничего не может пойти, это тоже, друзья, глубокое заблуждение, и именно русские, российские ученые, и именно российская компания, именно компания, которая сегодня зарегистрирована и работает в Белоруссии, это то, что будет менять мир, это то, что сегодня стало реальностью, и то, что сегодня обозначит технологическое развитие на десятки лет вперед, и хотим, мы этого не хотим, или хочет еще кто-то во мне, или не хочет, это, друзья, данность, и это как раз то, к чему мы подошли, и то, над чем мы сегодня работаем. И та система краудинвестинга, которая сегодня запущена, и благодаря которой развивается сегодня технология, это тоже, друзья, очень важный момент развития именно технологического процесса, что сегодня в создании этой технологии, и запуске этой технологии участвуют уже не десятки тысяч, а уже сотни тысяч людей, потому что сегодня в проекте более 230 тысяч человек, которые пришли и поддержали этот проект, а к середине следующего года мы планируем перейти уже рубеж в миллион человек, следующий, конечно, будет 5, потом 10 миллионов человек, это то, кому нужна эта технология, и кто готов сегодня рисковать небольшими инвестициями, кто готов сегодня входить на венчурной, крайне рисковой стадии создания проекта для того, чтобы его поддержать, для того, чтобы его продвинуть, и для того, чтобы его развивать. И поэтому системой группы компании Skyway, частью которой и частью системы, которая является наш инвестиционный фонд Skyway Invest Group, а дальше уже разрабатывается целая система, это группа компании Transnet, которая определяет уже развитие адресных проектов, это то, о чем мы с вами дальше будем говорить на наших вебинарах, мы вам будем рассказывать, то есть наша задача сейчас, первой встречи, которые пришли, которые сегодня подключились к проекту, это понять основы, понять о том, что этот проект довольно-таки серьезный, что технология развивается уже не один десяток лет, что Юницкий разработал и подготовил принципиальную концепцию нового технологического процесса, и сегодня именно с краудинвестинговой системой эта технология реализуется, она строится, она запускается, она принимается большим и большим количеством специалистов, что у нее будут свои герои, что у нее своя экономика, своя ниша в мировом разделении специализаций технологий, что эта ниша почти практически на порядок больше, чем у ниши интернета, поэтому когда мы оцениваем и показываем на вебинарах, что рост акций Apple это лидер сегодняшнего информационного пространства, это лидер пятого технологического уклада, а Джобс сегодня является, ну, фактически героем времени, который показал капитализацию максимальную за всю историю цивилизации, то есть рост акций практически в 3600 раз, и капитализация Apple сегодня 750 миллиардов долларов, так вот, ту нишу, которую сегодня мы осваиваем, запускаем, и которая будет активно сегодня развиваться, она несоизмеримо выше, поэтому мы не можем сегодня сказать акции роста компании, которую мы запускаем, она будет 3600, или 5000, или 10 тысяч раз, это, друзья, все будет исходить из стратегии развития, из капитализации интеллектуальной собственности, но однозначно можно утверждать, что емкость этого рынка практически сегодня не ограничена, мы стоим при старте огромнейшей индустрии, которая даст и серьезный рост, и серьезную капитализацию, и дивиденды для тех, кто сегодня на начальной стадии входит, и сегодня очевидно всем, кто когда-либо сталкивался с венчурным финансированием, вообще с принципом финансирования, что, естественно, высокие прибыли и дивиденды могут только идти для тех, кто входит на начальной стадии в проект, и то, что вы сегодня подсоединились к высокотехнологическому, инновационному проекту, который делает первые шаги, и который сегодня уверенно входит в мир, это однозначно, и то, что венчурные премии, которые сегодня мы декларируем и планируем для тех, кто входит, они будут значительными, и то, что мы сегодня отстраиваем систему, которая принесет очень высокие прибыли для тех, кто сегодня войдет, это тоже очевидно, и также очевидно, друзья, что это высокорисковая инвестиция, высокорисковый проект, потому что аналогов нет, потому что мы создаем новое, а новое – это всегда очень рискованное. Поэтому, друзья, мы, скажем так, очень рады, что вы вошли и подключились к этому проекту, мы надеемся, что наши вот эти и вебинары, и работу, которую мы сейчас ведем, вся наша инвестиционная группа, она будет давать свои плоды, и вы будете получать все больше информации. Естественно, что за 40-45 минут можно дать только основы и, скажем так, первые шаги для того, чтобы двигаться дальше, но я надеюсь, что люди, которые к нам приходят, это люди, которые хотят получать информацию, которые готовы воспринимать, готовы обучаться и готовы участвовать в новых проектах, которые будут влиять на каждого человека, которые будут приносить и серьезные дивиденды при реализации проекта, и менять жизнь и каждого человека, и все вокруг то, что мы делаем. Мы реально, друзья, делаем сегодня будущее, мы реально работаем над тем, чем завтра будут пользоваться уже все, и то, что для многих сегодня фантастика, для нас это уже реальная работа, мы сегодня проектируем, делаем, строим, реализуем и запускаем адресные проекты. И я буквально сейчас передам слово еще Алексею, лучше, чем он, никто не скажет о тех акциях и о тех мероприятиях, которые сегодня идут, и для кого это стало интересно, для кого заинтересовался этой работой, тот, кто заканчивается, тот, кто сегодня из новичков, потому что большинство у нас сегодня комната с теми, кто уже в проекте, и сегодня сейчас подходят все больше и больше люди, с кем мы дальше уже будем обсуждать совсем другие вопросы, мы будем обсуждать совсем другие цели и задачи, которые мы ставим, потому что новички подсоединяются, но я думаю, что вы очень быстро станете нашими активными участниками, вы очень быстро поймете, о чем проект. Алексей, я тогда попрошу, чтобы ты очень коротко рассказал о тех проектах и о тех прибылях, которые сегодня идут, и давай уже небольшую паузу для того, чтобы уже переключаться на следующий вебинар для тех, кто подходит уже на 20 часов нашей традиционной встречи. Да, благодарю, Сергей Анатольевич. Друзья, для чего мы здесь собрались, то есть с 2014 года для чего мы все собрались? Мы хотим, чтобы этот проект реализовался. Поставьте плюсики, кто действительно хочет, чтобы этот проект реализовался. Я хочу увидеть именно людей, кто желает это всей душой и всем сердцем. Так как у нас начались плановые производственные строительные работы, то по законам именно производства, бизнеса, стройки необходимо планировать и необходимо закладывать расходы. Поэтому в недавнем времени был выбран и создан пакет, спецпакет, спецдисконт, который действует до 17 декабря. Я не знаю, продлят или не продлят еще эту акцию. То есть желающих очень много. И это позволяет именно закладывать планирование. Это позволяет вам зарезервировать очень шикарный дисконт 1 к 600. Когда я входил в проект, было 1 к 1500. Это вообще история. То есть такого никогда уже больше не будет. И, друзья, я могу сказать, что уже летом 1 к 600 это будет история. То есть дисконты будут 1 к 10, 1 к 20, максимум 1 к 70, к 80. 1 к 600 это действительно замечательное предложение на сегодняшний день. И, пожалуйста, рассмотрите в течение 10 месяцев, если вы намерены помогать проекту, определите для себя именно комфортную сумму входа. То есть это может быть 10, это может быть 100 долларов, это может быть 250 долларов. Для кого-то комфортная сумма это 1000 и более. Кто-то входит на 5000 долларов. Есть такие люди. И только на технико-экономическом вебинаре, только сегодня, вы можете получить плюс 30% на вашу обучающую институционную программу. То есть действует это 48 часов. Есть время подумать, есть время поразмыслить. Но если говорить про меня, когда я увидел в маленьком окошечке, я всегда говорю, вот совершенно маленькая окошечка, Анатолий Эдуардович Веницкий там говорил информацию, еще Анатолий Эдуардович Веницкий сам вел вебинары. Но когда я услышал эту информацию, я просто непонятно кому на тот момент перевел на карточку Сбербанка, потому что на тот момент не было отлажено именно поступление финансовых автоматизированных средств. И, друзья, в тех тепличных условиях, в которых на сегодняшний день проект развивается, это действительно народный проект, это действительно международный интернациональный проект. И народ формирует финансирование нового технологического уклада, который изменит жизнь нас всех с вами и всей планеты. И сегодня вы можете на 30% больше получить из активов и запасов резервного фонда. То есть, вот сейчас могу сказать, что эти запасы расходуются очень-очень рассудительно, потому что этот так называемый жирок, который образовался у нас при расчете, что должны покупаться пакеты, по идее, на большие суммы, но большинство людей входит на меньшие суммы, то есть средняя инвестиция до 500 долларов. И, соответственно, тогда образуется резервный фонд, на который Андрей Федорович Ковратов абсолютно благородно и с легкой руки жертвует новичкам из резервного фонда те средства, которые позволят человеку еще быстрее смотивируют принять решение и бежать рассказывать об этом всем и каждому, потому что об этом должны знать 99% населения Земли, а еще 1% присоединятся, когда это пронесется транспортное средство инновационное, типа Unibus, Unicar, либо Unilet, либо Unibike над вашей головой. Это произойдет совсем скоро, осталось недолго ждать. Благодарю за внимание. Кто желает остаться на расширенной технико-экономической вебинар, пожалуйста, просто останьтесь в этой комнате. И, собственно, кто желает послушать более углубленную информацию, то мы приглашаем вас впитать уже в такое вот поле технико-экономической SkyWay. Всем счастливо! Так, друзья, добрый вечер. Те, кто у нас был на первом вебинаре, еще раз здравствуйте. А те, кто только подошел, вот видите, то есть у нас, особенно для новичков, вы видите, что у нас на вечернем вебинаре собирается, на втором вебинаре, как мы его теперь называем, людей побольше. Вот, многих я уже знаю. Так, видно, слышно, отлично. Давайте сейчас вот как бы такой маленький, не то что опросник, а как бы из тех, кто были, да, правильно, Алексей, тот, кто был на первом вебинаре, отметьте на это самое, что кто к нам перешел из первого вебинара на это самое, и, соответственно, остался просто, чтобы понимать. Вот, а кто зашел первый раз, это, ну, здесь мы сразу, извиняемся, друзья. Вот, не полагаю, спасибо, Лес, это самое. Ничего, друзья, не судите строго, проблемы есть, и с техподдержкой со всем, и проект новый, развивающийся, все будет хорошо и замечательно. Так что все отстроится. Так что, Лех Александрович, не переживайте. Так, Евгений. Нужен уже пункт 10 и более. Да, друзья, мы тоже очень, вот я уже многих знаю, кто ходит на вебинар к нам уже и не один год, вот, и здесь там, да что сгореть, вот мы с Алексеем Суходовым тоже познакомились на одной из первых конференций, когда он приехал в марте 2014 года и, соответственно, стал активным участником. А сегодня, видите, я уже не представляю, как бы я вел. О, Арманд у нас здесь появился с отпуска, значит, Арманд, приветствую. Вот, не знаю, дадим мы тебе слово в этот раз или нет, чтобы ты нам рассказал про Ирландию, там очень много спрашивают, посмотрим сейчас, как будет по времени. Но Арманд, это у нас как раз руководитель Global Transnet UK, это компания, которая в Лондоне продвигает проект Terco London, и также он сейчас запускает в Лондоне в Ирландии адресный проект, и буквально, это я уже может быть выдам за него тайну, в начале января летит уже, он был на заседании правительства Ирландии, вот летит 8 числа уже по их приглашению для того, чтобы запускать первый адресный проект именно в Ирландии, недалеко от Дублина, и мы сейчас как раз прорабатываем этот вопрос, поэтому тоже, я думаю, что с удовольствием его послушаем. Так вот, друзья, приветствую вас на нашей встрече, на нашей работе, и я немножко по-другому построю работу тем, ту, которую мы строили сегодня на 13-часовом вебинаре, вот, потому что очень много вопросов идет по ПО, по земле, по тому проекту, который сейчас развивается, я буквально два слова скажу, но все-таки, друзья, давайте, у нас в понедельник будет очень большая встреча как раз именно по работе, по ПО, по запуску, по регистрации, по юридической схеме и по тому, как будет действовать сегодня ПО с Transnet Group, ПО с ПО Евразия Skyway Invest Group, как будет работать вся эта система, поэтому всех, кого это интересует, все, кто работает сегодня в нашей системе, и ему необходима информация, поэтому приглашаю в понедельник в 18 часов именно на нашу встречу по ПО. А с точки зрения комментария, друзья, просто сейчас уже, к сожалению, возникает ряд вопросов, когда пытаются нам уже навязать определенные неправильные представления, на нас пытаются давить, уже пытаются использовать несколько инситуаций, то есть, когда неправильно интерпретируют и пытаются раздуть вопросы из тех спикеров, из тех слов спикеров, которые говорят. Поэтому, друзья, смотрите, что сегодня очень важно понимать и что мы сегодня делаем, и сегодня это нам с вами огромное подспорье в развитии проекта Skyway, который мы проводим. Это ту программу, которую запустил президент Путин с раздачей земли на Дальнем Востоке для того, чтобы стимулировать развитие Дальнего Востока, а потом Сибирь и Урала, потому что продекларировано, что это пилотная тема, и она даст старт, ну, такой мощный толчок развития этих регионов. Надо четко понимать, друзья, что бесплатная раздача земли – это не просто так халява, которая сегодня дается для того, чтобы кто-то получил и потом эту землю использовал для какого-то там спекуляции, для перепродажи и так далее. Это инвестиционный ресурс. И за всю историю Российского государства, Российской империи такое было три раза, точнее сейчас третий раз. Первый раз я на прошлом вебинаре оговорился, точнее не просто оговорился, я поверхностно знал эту информацию, прочитал, и я назвал, что князь Владимир, когда создавал Киевскую Русь, использовал этот механизм. Меня потом наши друзья, те, кто очень хорошо в истории разбираются, прислали ссылки, я поизучал этот вопрос. Так вот, друзья, это использовал Юрий Долгорукий, когда создавал Московское княжество и резко его расширял, и для того, чтобы привлечь большое количество людей и стимулировать развитие московского именно княжества и московского государства, он раздавал землю по 5 гектар на семью и освобождал еще на 5 лет от княжеских подойти для того, чтобы стимулировать развитие и стимулировать приток людей. И я могу сказать, это очень дало свой эффект, потому что за буквально 8 лет в 3 раза увеличилось население и, соответственно, резко увеличилась экономическая активность, а как следствие и военная мощь, которая защитила московское княжество. Следующий, и кстати, это что мне очень интересно понравилось, что князь Юрий Долгорукий использовал сетевой маркетинг, то есть маркетинг привлечения активного именно населения, и те, кто приводил с собой еще людей, которые селились и получали землю и стали активными работниками, активными участниками именно процесса, те, кто приводил, еще на 5 лет освобождались от княжеских налогов. То есть таким образом стимулировал того, чтобы люди привлекали как можно больше людей. Поэтому сетевому маркетингу и привлечению, то, чем мы сегодня с вами занимаемся, новых участников в проект, уже довольно-таки много времени, там, скажем, практически 800 лет. Поэтому то, что мы сегодня делаем, ничего не новое, это просто на новом историческом этапе повторения нового процесса. И естественно, что самое известное и дающее свой эффект программа переселения и привлечения новых людей, это программа премьер-министра России Столыпина, который 5 миллионов семей переселил в Сибирь. И что интересно, еще и организовав при этом систему кредитования, систему через Кооперационный банк, а Российский Кооперационный банк был самым крупным банком в Европе до 2017 года, соответственно, это система беспроцентных суд для освоения земли и освоения Сибири, которая сделана. И 5 миллионов семей воспользовалась, и это тот огромный задел, который потом вырос, то, что Сибирь стала активно процветающим и развивающимся краем. После этого коммунисты, как всегда, использовали свой метод, то есть это переселение в Столыпинских вагонах, но не в Столыпинской реформе, это миллионы людей, которых перевозили принудительно, то есть это система гулагов, то есть это система концентрационных лагерей, это то, что мы с вами видели, шло параллельно с индустриализацией, параллельно с развитием, и это, к сожалению, позорное пятно на том, что если говорить про коммунистический, про советский режим, да, у него много заслуг, да, он много сделал, да, он развивался, но то, что при этом человек не ставился ни во что, и можно сравнить две программы. Первая это Столыпинское переселение и кредитование беспроцентное на то, что человек берет в суду и развивается, и потом еще государство при рождении первого, второго и третьего ребенка еще потом и гасит эту суду, это процесс стимулирования, и то, что было потом принудительное переселение, и то, что потом было параллельно с индустриализацией, это, как я уже сказал, позор для того, что потом и как это развивалось. И на сегодняшний момент президент Путин, используя исторический опыт и используя то, что сегодня нам дал исторический именно эффект от этого вопроса, запустил следующую программу, и мы считаем это исторический, очень важный момент, это стимулирование развития Сибири и Дальнего Востока путем раздачи земли для того, чтобы ее пускать в инвестиционный оборот. Но, друзья, я не однократно это говорила, сейчас повторюсь еще раз, что это без программы SkyWay, без новых коммуникаций, без построения новой технологической информационной системы в Сибири и на Дальнем Востоке, этот проект был бы обречен на успех. Но ничего просто так в истории, ничего просто так в развитии государств не бывает, и когда начинается очень серьезная программа и с 1 января уже начинается оформление заявок, а с 1 мая начинается выделение земли на Дальнем Востоке, и здесь я могу сказать, что для жителей Дальнего Востока и близлежащего региона просто 100% людей должны воспользоваться этим правом, а также я абсолютно уверен, и мы к этому призываем, мы к этому проводим определенную разъяснительную работу, что каждый гражданин России должен поучаствовать в этом проекте и заявиться и получить эту землю, которую сегодня государство и президент Путин запускают в экономический оборот. Но, друзья, мы также добавляем, что это необходимо сделать только в увязке с программой Skyway, потому что то, что дал Skyway, то, что дали струнные технологии инженеров Юницкого, то, что сегодня дает развитие ПО Евразия, соответственно, через построение новых транспортных коммуникаций Transnet, это как раз то, что сегодня делает эту землю самой востребованной, самой дорогой на Евразийском континенте. И, соответственно, сегодня, почему очень важный момент, когда в одно время, в одном месте сошлись два очень серьезных проекта, два очень серьезных начинания, которые дадут эффект. И сегодня я могу сказать, что инженер Юницкий, который 40 лет готовил, продвигал, и мы сегодня готовим эту технологию к выводу на рынок, готовим демонстрацию, готовим запуск, естественно, что при наложении одного вектора на другой. И не зря, друзья, это сошлось именно в одном месте и в одно время. И сейчас идет два процесса, которые, я считаю, крайне дополняют друг друга. Это то, что вы можете сегодня стать участником проекта по развитию Дальнего Востока путем получения земли и вовлечения в экономический оборот. И второе, вы можете стать участником проекта Skyway. Вы можете стать участником проекта именно Transnet с точки зрения получения доли интеллектуальной собственности, которая сегодня стимулирует приход новых людей. И, соответственно, дальше уже, имея в руках землю, имея в руках обязательства, которые выдаются для того, чтобы вы пришли в проект, а дальше мы вам уже будем рассказывать, показывать, какие для вас это будут прибыли, какая дальше вас ожидает рост в том плане, как эти проекты будут развиваться, как будет сегодня потребительское общество стимулировать развитие и путем создания и расчетно-кассового центра, и создания своего кооперационного банка. То есть мы реально хотим повторить и возобновить то, что было до 2017 года, что российский кооперационный банк должен стать самым крупным в Европе именно как касса взаимопомощи, именно как касса, которая будет кредитовать развитие Сибири и Дальнего Востока. И это, друзья, как раз одна из частей и проектов развития, то, что мы сегодня делаем, и то, что даст общий синергетический эффект. Но, друзья, прошу не помнить и не путать, и сегодня нам пытались уже высказать определенные претензии, что потребительское общество Евразия будет распоряжаться землей, которая сегодня по закону выдается гражданам. Ни в коем случае, друзья, нет. И прошу такие провокационные вопросы нам сегодня не ставить, не говорить. Потребительское общество – это то кооперация, которая объединяет пайщиков, объединяет людей для того, чтобы они получали определенные дивиденды и определенные прибыли. Мы сегодня не распоряжаемся этой землей. Выдается государством по инициативе президента Путина. Мы сегодня стимулируем, где вы можете заявиться в государство и получить землю вблизи тех трасс, которые ПО Евразия, который Транснет и Скайвейс с использованием струнных технологий Юницкого будет строить новые трассы с освоением новых месторождений, новых территорий, где будет проходить и строиться, закладываться линейный город Евразия, который пройдет от Владивостока до Санкт-Петербурга, и где будет сегодня новое экономическое развитие. И поэтому, друзья, мы показываем вам, где вы включаясь в этот проект и, соответственно, получая у нас рекомендацию. Можете у государства просить землю в тех местах, где это будет развиваться, а, соответственно, мы уже как группа Транснет, как группа компаний Скайвейс, которая развивает и продвигает технологию, вы можете уже стать совладельцами интеллектуальной собственности технологий, которая будет капитализировать эту землю. И эти два процесса, они очень важны. И сегодня группой компаний запущен проект, и лично Анатолий Эдуардович Юницким стимулирован процесс для того, чтобы вы, проявляя интерес и вы, узнавая о проекте, уже становились довольно-таки обладателем крупного пакета, который через некоторое время, там через 5-10, может быть, 15 лет будет соизмерим в сегодняшнем исчислении с миллионами долларов. А дальше вы можете принимать для себя решение увеличивать вам свой пакет, инвестировать вам, становиться дальнейшим участником проекта или наблюдать и ждать, когда капитализируется ваша земля и ваш капитал, который вы получите просто за то, чтобы проявить интерес к проекту. И я думаю, что надо быть полным идиотом для того, чтобы отказаться от земли, которую сегодня дает государство и которая стимулировал сегодня, как вовлечение в экономический оборот президент Путин. И отказаться от тех сегодня предложений, которые дает Юницкий лично, как обладатель интеллектуальной собственности, группа компаний Skyway, которая сегодня говорит, что, друзья, за то, что вы будете интересоваться и участвовать в проекте пока без инвестиций, вы тоже будете получать очень серьезный капитал. А дальше уже мы вас будем призывать, как Skyway Invest Group, как именно проект, который занимается обучением и доведением информации, мы говорим, друзья, изучайте, смотрите, это вам государство дало бесплатно, это инженер Юницкий вам сегодня дал за то, что вы проявили интерес к проекту. А вот дальше изучайте, смотрите и у вас есть возможность многократно увеличить свой капитал уже путем активной работы. Активная работа может заключаться и как привлечение новых инвесторов и новых людей, которые будут приходить в проект, вы за это будете и получать вознаграждение, и в том числе очень серьезные пакеты акций, которые будут стимулировать вашу работу. И второе, это бизнес с точки зрения уже оплаты ваших именно как менеджера, то есть мы создаем целую систему менеджеров, консультантов, которые сегодня продвигают проект и уже на этом сегодня зарабатывают. Ну и, конечно, друзья, основная наша цель и задача это капитализация того пакета, который мы сегодня, это те венчурные премии, которые мы сегодня получаем и те обязательства, которые мы получаем от компании, а это, друзья, возможно только в единственном, еще раз повторю, единственном случае, это когда технология будет продемонстрирована, запущена и появятся сначала десятки, потом сотни, а потом тысячи компаний, которые будут с использованием технологии капитализировать эту интеллектуальную собственность. И как раз дивиденды от этой работы, венчурные премии, они, конечно, будут очень существенными. То есть мне много задают вопрос, а сколько, а продекларируйте, а как это будет. И здесь я, конечно, могу, друзья, сказать, что по мере работы это уже очень ответственная работа, с учетом того, что сегодня уже очень много есть попыток нас объявить и финансовой пирамидой, и хайпом, и технологической аферой. Очень много, друзья, у нас сегодня, как называем, таких предпринимателей и доброжелателей. Здесь я могу сказать, друзья, во-первых, не дождетесь, а во-вторых, я могу сказать, смотрите наши вебинары, смотрите сравнение с Эйполом, смотрите рост в 3600 раз, который произошел у роста капитала в Эйпол. Я могу сказать, что так как рынок и так как ниша интернета, и тем более Эйпола, она в десятки раз ниже, чем у Транснета, поэтому я могу сказать, что рост акций и рост котировок Skyway Invest Group, Skyway Group и именно обязательств, которые сегодня вы получаете, они будут существенными. И могу добавить, очень существенными. Поэтому, друзья, давайте на эту тему мы еще проводим обучающие такие вебинары, которые ведет Андрей Хавратов, Виктор Собор, поэтому вы смотрите, принимайте участие. Для себя принимайте решение, а дальше по мере того, как информацию и для анализа, и для принятия решения у вас будет увеличиваться, вы сами поймете, как и что делать дальше. Поэтому, друзья, это вот то, что касается ПО нашей работы, и мы дальше много будем проводить на эту тему разъяснений, юридических нюансов и особенностей, потому что вопрос очень непростой. Он касается очень серьезных и решения каждого, и каждой семьи. Но рекомендация однозначная, которую вы должны понять и вы должны нести дальше, потому что если вы это не принесете до членов своей семьи, до ваших друзей, до ваших коллег, до ваших соседей, сослуживцев и так далее, и так далее, то когда-нибудь вам зададут вопрос, а почему вы, зная это и участвуя в этом проекте, не рассказали нам. А информация должна быть следующая. Сегодня инициирован процесс раздачи государственной земли для того, чтобы вовлекать ее в экономический оборот. И каждому жителю России сегодня такое право дается. Наша рекомендация, друзья, не отказывайтесь, воспользуйтесь этим правом и, соответственно, заявитесь на эту землю и получите в управление от государства землю, которая сегодня должна войти в экономический оборот. Сразу многие задают вопрос, а зачем мне эта земля, я никогда туда не поеду, я никогда не буду вкладывать в Дальний Восток, поэтому, друзья, мы даем сразу второй вопрос, что сегодня запущена и уже реализована технология, которая сделает эту землю золотой. И за то, что вы входите в эту технологию, не просто от вас не требуется никаких инвестиций, вам еще даются акции, причем существенные акции, соизмеримые сотнями, тысячами. Акции – это очень серьезный капитал для того, чтобы вы просто заинтересовались этим проектом. Поэтому вторая вам рекомендация. Друзья, включитесь в проект, получите и совместите для себя эти два проекта. Следующий очень важный момент, который и Алексей, и Арман сейчас будет вам показывать, что мы уже приступили к реализации адресных проектов, которые будут показывать развитие технологий Skyway, которые будут демонстрировать и уже отстраивать бизнес, причем высокодоходный бизнес, уже в этом, в 2016 году. И это будет показывать о том, что технология, которая сделает вашу землю на Дальнем Востоке золотой, она уже работает, она уже применяет. Да, она сегодня несколько в облегченном виде, да, она сегодня только то, что демонстрирует. И вот перед началом нашего вебинара я просто с удовольствием посмотрел ролики, это действительно очень сильно впечатляет, даже с Алексеем тут обменялись эмоциями, о том, что демонстрация модели 1 к 10 и навесного, и подвесного, это уже действительно показывает работу технологии, это действительно показывает ее реальность. Друзья, а когда весной мы вам покажем прототипы уже реальных дорог, которые будут делать бизнес, вот видите, то, что сейчас на слайде стоят, это легкие юнибайки, то есть легкая транспортная система, которая уже начнет строиться в 2016 году, это в наступающем году в нескольких регионах сразу одновременно, это, друзья, будет показывать и демонстрировать, что технология идет, она развивается, а в конце 2016 года, в начале 2017 уже будет демонстрация и городских пассажирских систем, и прототипов скоростной системы, и перевозка грузов сыпучих, которые можно строить в вечной мерзлоте, это, друзья, новые и новые проекты, о которых мы еще будем говорить, и каждый шаг, каждая наша демонстрация, каждый наш вебинар, каждый наш ролик будет показывать и демонстрировать то, что технология развивается, и самое главное, друзья, чтобы вы понимали, что та земля, которая у вас есть, тот пакет акций, который вы уже сформировали, он, друзья, с каждым часом, с каждой минутой становится все более и более востребованным, более и более ценным, и тот, кто не поленился, или тот, кто, несмотря на свой скептиз, пошел и заявился и получил, он, соответственно, друзья, становится обладателем очень существенного капитала, поэтому здесь, подводя черту, я вам могу сказать, друзья, не поленитесь, сделайте, заявитесь на эту землю, потребительское общество Евразия, вообще наша группа компаний, мы вам покажем и расскажем, где вам взять землю, где вам заявиться на те гектары земли, она дается на каждого члена семьи, поэтому вы можете при желании получить на семью и пять, и десять, и пятнадцать гектар земли, поэтому это, друзья, земля, которая через какое-то время, причем весьма обозримое время, когда начнется строиться технология Skyway, эта земля станет золотой, и пока такая возможность есть, еще раз говорю, друзья, воспользуйтесь этой возможностью, не упускайте, а дальше уже, это практически для новичков, это практически для тех, кому заниматься, а дальше, друзья, тот уже, кто в проекте, кто обладает уже пакетами, кто уже сформировал свой венчурный капитал, который сегодня обладает то, что я многих знаю уже, ну, во-первых, я сам уже на очень существенные суммы являюсь акционером и обладателем капитала Алексей, все наши директора, они очень солидные акционеры, и когда эти акции начнут в обороте и начнут свободно продаваться, а это реально время, там, вход в корневую технологию мы рассчитываем будет закрыт с точки зрения краудинвестинга уже летом максимум к сентябрю этого года, а дальше цена и капитализация этого пакета будет только возрастать. Дальше, друзья, мы начинаем уже работать с людьми, которые осознанно проходят к этой информации, которые осознанно понимают, что такое пакеты акций и что такое дисконты, то есть венчурные премии. Здесь мы, друзья, будем постоянно объяснять, показывать и проводить определенные акции. Вот сейчас идет акция до завтрашнего дня, когда можно зафиксировать вложение на каждый месяц на определенную сумму и получить дисконты 1 к 600, то есть это та венчурная премия. Еще раз говорю, чтобы вы понимали, что это не прибыль, которая вам обещается, это не то, что говорит, сколько будет стоить акции, это, друзья, венчурная премия за тот риск, который вы сегодня несете, входя в проект и инвестируя небольшие суммы. То есть это венчурный проект. Еще раз мы всегда будем говорить, что по независимым от нас причинам этот проект может завтра затянуться на определенный срок. Он когда будет реализован, тоже мы сегодня сказать не можем, но исходя из тех темпов, как мы движемся, исходя из того, что мы сегодня демонстрируем, можно сказать, друзья, что 2016 год будет ключевым годом по демонстрации технологии, по приходу сюда уже ключевых стратегических игроков, которые будут и инвестировать в конкретные проекты. И мы с Алексеем ведем уже сегодня, не только мы с Алексеем, а Анатолий Эдуардович уже не раз и не два мы показывали на вебинарах и летал в Арабские Эмираты, и до этого он летал во Вьетнам, в Корею, десятки стран сегодня, которые ведут переговоры. Но, друзья, благодаря нашей работе, и вот то, что даже вот мы с Алексеем сегодня ведем переговоры с крупнейшим венчурным фоном Франции, это говорит о том, что интерес к этому сегодня возрастает. И возрастает интерес только потому, что появляются такие ролики, вот как был перед сегодняшним вебинаром, когда Юницкий показывает, рассказывает, и, друзья, я вот еще раз просмотрел, я могу сказать, так как объясняет и показывает Анатолий Эдуардович Юницкий, никто из нас никогда не сможет объяснить и так убедительно показать, что такое технология, как она работает. Поэтому, друзья, все выступления Юницкого я вам рекомендую смотреть. На всех его встречах, которые он проводит, я рекомендую присутствовать. Это для тех, друзья, для кого эта информация является ценной, для кого, кто продвигает и является уже, ну, скажем так, осознанным сторонником нашего проекта. Поэтому я еще раз с интересом сегодня просмотрел, как Анатолий Леонидович показал, и отрицательный прогиб, то есть, когда прогиб подвеса подвижного состава уходит не вниз, а наоборот направлен вектором вверх. Это очень серьезные инженерные решения, и я могу сказать, это и есть то частичное раскрытие ноу-хау, из которых состоит вся эта система, из которых, из каждой крупинки которой и складывается то, что сегодня создается новая инновационная система, которая действительно изменит мир. Ну вот, друзья, это то, что касается, мы про землю, про участие и про то, что вы должны в этом принять участие, будем говорить на каждом вебинаре, потому что это, друзья, крайне важная вещь. Про стимулирование, и для тех, кто уже понимает ценность, соответственно, обязательств сегодня группы компаний Skyway, обязательства, которые выдает инженер Юницкий, как участие в интеллектуальной собственности, которую он сегодня доводит до каждого, вы сегодня становитесь и совладельцами технологии, и совладельцами компаний, которые будут развивать проекты, и совладельцами уже адресных проектов, которые будут, собственно, и генерировать и прибыль, и дивиденды, на которые мы сегодня с вами и рассчитываем, потому что этот проект активно развивающийся, и цели и задачи его сегодня это войти на рынок и получить соответственно те прибыли и дивиденды, о которых мы сегодня говорим. И соответственно друзья, вы видите что динамика очень серьезная, профессионализм растет тут очень много вопросов, которые при личных встречах, мы говорим вот завтра я буду проводить сначала у нас будет рабочая встреча в мэрии с Самарой, потом будет с министром транспорта а вечером будем проводить уже встречу с нашими партнерами, акционерами соответственно всегда задают вопросы по динамике по убедительности. Здесь я могу сказать, друзья, тот темп, который мы сейчас набрали, он очень существенный. Да, действительно недостатков много это никто отрицать не будет, но друзья, если сравнивать с тем, что было два года назад, год назад и даже полгода назад, можно сказать что все меняется и те недостатки, которые сегодня вскрываются, которые мы сами видим, мы их меняем, дорабатываем и через полгода будет совсем не так, как сегодня. Через год система будет вообще на новом уровне. И это тоже абсолютно правильно, друзья. Вот поэтому особенно с той демонстрацией уже и то, что строится в Марьиной горке. И вчера был, кстати, очень интересный репортаж Михаила Кириченко. Это, ну скажем так, теперь медийное лицо. И тот, кто доводит информацию и тот, кто доводит информацию о группе компаний Skyway. И мы тут уже шутку называем, что через некоторое время это, наверное, будет один из самых популярных дикторов и ведущих в мире, потому что интерес к проекту Skyway сейчас начнет расти просто геометрическими темпами. И я могу сказать, что это не пустые слова. Я это подготовил к тому, что сейчас буквально несколько слов я скажу о том, что сегодня происходит, то, что сегодня нас ожидает. И потом передам слово Алексею Суходуеву именно с точки зрения развития адресных проектов. Друзья, вы все видите и уже не то, что надо снимать розовые очки Skyway, а то, что видите, что наши прогнозы, которые мы делали в начале года, особенно в ноябре еще прошлого года, о том, что тренд на снижение цены на нефть, он принят и он активно развивается. О том, что делается это в основном для давления на Россию и на вывод ее с рынков и ухудшения экономического ситуации. О том, что сегодня противостояние и конфликтная ситуация, которая между российским, русским миром и всем остальным, он только набирает обороты. За этот год произошло, друзья, очень много событий, которые подтвердили, к сожалению, этот тренд это и события на Украине, и потом события в Сирии, и то, что сегодня развивается в Приднестровье, и то, что сейчас начинается с Турции, и опять обострение конфликта в Армении и на Горном Карабахе. Это все, друзья, нагнетается ситуация, чтобы мы как можно больше и больше втягивались в такого рода конфликты и, соответственно, все больше и больше проседала и падала российская экономика. И то, что сегодня, вчера президент Путин подписал бюджет с трехпроцентным дефицитом, и то, что сегодня заложена цена средняя на нефть уже в 50 долларов, а она сегодня уже уходит ниже 37, и тренд будет развиваться в том, что она потом будет и 35, и 30, и специалисты ожидают, что к концу 2016 года мы увидим цену и в 25 долларов за барролит. Об этом очень многие сегодня факты говорят, и для России наступают очень сложные времена, очень сложные. Они связаны с тем, что надо диверсифицировать экономику, надо слезать с этой иглы, а то, что сегодня показывает, то есть ФРС ставочку может сегодня поднять в 22. Да, Евгений, это абсолютно верно, и это говорит о том, что этот тренд будет только усиливаться, и вся система только заключается на том, что происходит давление на Россию, и эмбарго на нефть тоже уже снимут с Америки, впервые за 40 лет она будет не импортировать, а экспортировать нефть. И то, что Иран выходит с огромным количеством нефти, да, друзья, это все факторы, говорит о том, что мы вступаем в очень сложную фазу, но, друзья, мы наши вебинары и наши встречи проводим не для того, чтобы рассказывать пугалки и говорить, что, друзья, сейчас плохо, а будет еще хуже, и готовьтесь к тому, что надо будет запасаться крупами и растительным маслом. Нет, друзья, мы сегодня говорим о том, что мы работаем, и мы создаем систему, которая, в принципе, может переломить эту ситуацию. И когда Миша Калантаров ввел термин «строй Skyway, спасай Россию», это, как вы понимаете, взамену лозунга другого, который тоже традиционно в России был всегда очень популярен, так вот я могу сказать, что если раньше мы это сначала делали как девиз, как призыв к действию, то сегодня это единственный возможный вариант для России, для российской экономики, для будущего, который есть. Более того, сегодня подходит время, когда мы уже будем говорить, что не строй Skyway, спасай Россию, а если мы не будем строить Skyway, то Россию спасти невозможно. К сожалению, друзья, мы уже пришли и к этому утверждению, но, как показывает практика, пока серьезного восприятия этого нет, и мы, друзья, идем по пути, что сегодня нас уже 200 и беж 300 тысяч человек, в следующий рубеж, в следующий год середина мы планируем перейти в миллион человек, и тогда мы абсолютно уверены, что нас будут слушать, к нам будут относиться совсем по-другому, потому что вот мы с Алексеем сейчас считаем бизнес-планы некоторых проектов, адресных проектов, так вот могу сказать, что от той рентабельности и доходности, которую мы сегодня показываем, нам приходится даже существенно снижать показатели бизнес-планов, потому что просто волосы шевелятся от такой доходности, и мы не можем ее показать, потому что она для реальных инвесторов кажется просто неправдоподобной, она кажется просто фантастической. Вот поэтому мы будем показывать сначала более низкие доходности, а по мере того, как будет демонстрироваться технология и показываться возможности технологические проекты, мы будем повышать доходность и, соответственно, привлекательность для инвесторов все будет, соответственно, возрастать. Ну так, друзья, я передаю слово Алексею. Посмотри, Алексей, если у нас Арман здесь на встрече сейчас, поэтому если понадобится, то можешь включить Арманда по Ирландии, а вообще мы планировали его в следующий раз, чтобы он нам дал такой четкий и развернутый вопрос, что сделано в Ирландии, на какой стадии и с чем он 8 января собирается лететь, встречаться с министрами для того, чтобы продвигать проект Skyway. Да, Алексей, тебе слово. Благодарю, Алексей Ильич. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать на традиционном уже технико-экономическом вебинаре именно расширенной версии. То есть мы уже привыкаем, Сергею Анатольевичу, к режиму 4 вебинара по средам. То есть если понадобится, еще один день выделим. И это, я считаю, именно система начинает работать. То есть сейчас мы подходим к регулярным, постоянным ссылкам. То есть эти... Так, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Некоторые пишут, что звука нет. Все есть. И мы это делаем для того, чтобы разграничить поле новичков и те люди, которые уже в проекте. Потому что очень большой шквал информации. И, соответственно, на вводном вебинаре для новичков мы даем именно такую первичную информацию. Друзья, что я хотел бы сказать. Вот тоже мы забыли такой очень важный момент. То есть про адресные проекты и ценность развития сети я говорил на дневном вебинаре. Сегодня, именно этим вечером я становлюсь меньше. Я хотел бы вам напомнить, что нам наступает на пятки. То есть, да, действительно у нас очень большие конкурентные преимущества у технологии. Мы способны опередить всех и навсегда. Цитирую нашего генерального директора, генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Веницкого. Но развивается такая технология, как Hyperloop. То есть, да, есть очень много недостатков в этой технологии. Но они также нашли финансирование. И они также сейчас строят тестовый участок в Техасе. Для меня вот таким вот именно звоночком было и тревожным сигналом, что они планировали это попозже начать. Но, собственно, уже в 2016 году говорят, что продемонстрируют. Соответственно, нам с вами необходимо при донесении информации как до новичков обязательно доносить этот факт. Этот факт я донес на встрече, то есть вот как Сергею Анатольевичу именно про экономику, когда будет вещание. Передам слово и на дневном вебинаре я не включил данные картинки. Сегодня я включу, то есть общались на прошлой неделе с Виктором Собором, Сергеем Анатольевичем. Я также там присутствовал именно серьезная такая российско-киргизская конференция-форум, на которой нам дали премию. Народный проект года, я думаю, что народный проект года это в этом году, в будущем году это будет народный проект века. Это абсолютно по праву, я считаю. И, друзья, я сказал, что вот Евразийский Союз, я обращался именно к представителям Евразийского Союза, он живет в постоянной конкуренции, в борьбе, в напряжении. Примерно в таком же напряжении, как растянута и напряжена наша путевая структура. То есть постоянно напряженное состояние. И мы с вами должны осознавать, что несмотря на то, что наша технология очень эффективная, нам все равно сейчас дышат спину. И нас смогут обогнать, если мы будем как-то затормаживаться по финансированию. Если кто-то будет лениться, хотя бы там человек будет лениться ежедневно рассказывать об этом проекте. Я вот, собственно, вчера присутствовал на день рождения и я не могу не рассказывать про проект. То есть у меня вот просто язык чешется рассказывать про проект. И есть что сказать. Есть как донести за минимум по времени и, соответственно, уже проводить встречи. Встречи непосредственно уже вживую, лицом к лицу. И вот тот ролик, я до сих пор от него в таком приятном шоке. С Виктором Бабуриным сейчас переписывались. Оказывается, этот ролик сделали на скорую руку. То есть скорая будет еще лучше. Более такой профессиональный ролик. Но, друзья, вот то, что я увидел, вот то, что модели Юнибусов не просто небольшой отрезок видео, которые мы видели испытания именно на Экотехнопарке. Тут уже вовсю, вообще, вот в реальности это действующие образцы для кошек, для собак. Ну, естественно, небольших собак. Но для мышей, для крыс. Как обычно испытывают лекарства. То есть изначально это все на животных. То есть мы, конечно, животных туда не будем засовывать. Но, в принципе, это уже транспорт для животных. И в абсолютном комфорте могут перемещаться теоретически кошки и собаки на данном транспорте. Уже готовится один к одному. Естественно, не будет раскрываться ноу-хау. Не будет показываться, соответственно, то, что один к одному. Там уже будут понятные обводы. Там уже можно будет что-то скопировать. И мы очень много и так показываем в открытом доступе. И скопировать не получится, потому что у нас уникальные технологии. В первую очередь у нас уникальный человек, который стоит у руля. Именно как мозговой центр. Это Анатолий Эдуардович Юницкий. Но Hyperloop нам дышит спину. Об этом стоит помнить. Стоит это для себя, так скажем, принять и понять. Никто, незаменимых людей нет, незаменимых технологий также нет. Наша технология уникальна. Но если мы будем отставать, нас могут опередить. Ну, собственно, мы считаем, что Россия именно станет колыбелью. Беларусь в данном случае за рождение нового технологического уклада. И все шансы опередить всех и навсегда у нас есть. Так давайте это обязательно сделаем. И, друзья, хотел бы остановиться также на адресных проектах. На адресных проектах то, что сейчас происходит. Арманд, тоже вот мы с ним пообщались. Абсолютно отдохнувший. Так скажем, с новым запалом и зарядом энергии и сил. Вернулся с Таиланда. Всем рекомендую, кстати, посмотреть на нашем канале душевную очень беседу Арманда. Арманд от Андрея Федоровича Ховратова, от Ольги Шантиной. И также маленький сын Андрея Федоровича там присутствовал в качестве действующих лиц Никита. И, собственно, очень такая мощная беседа. Рекомендую всем к просмотру. Арманд уже в январе, собственно, будет значительное такие продвижение с подвижки. Я планирую, что либо в декабре, но так как многие чиновники уезжают в отпуск, кто-то за границу, кто-то в России, но их не будет на месте, именно что касается Челябинска, то это, скорее всего, тоже будет в январе. Но может получиться и в декабре. С 23 декабря я также уеду за границу, то есть буду находиться временно в Индии. И активно там, естественно, буду продвигать проект уже на готове, так скажем, английские визитки. Обязательно возьму английский буклет, все материалы на английском загружу и обязательно вернусь с некоторой сети уже индийцев. И, собственно, вот эти два проекта, они сегодня опередили именно по развитию, то есть Ирландия, Челябинск, может быть, Москва выстрелит вперед, потому что Сергей Анатольевич Сибиряков еще до Нового года планирует съездить к Собянину, презентовать. Мы обязательно сформируем именно концепцию и родим все, опишем по адресному проекту в Москве. То есть Сергей Анатольевич более подробно расскажет о нем на следующих вебинарах. И, собственно, будет реализован первый проект в России и первый проект в Европе в околороссийском пространстве, то есть за пределами России. И, соответственно, вот эти два потока, это, знаете, вот как параллельно рассеянутые, опять же, вот с путевой структурой. То есть это абсолютно ровная, идентичная поверхность и абсолютно в ногу мы с Армандом развиваемся. Очень сильно, как бы, помогает, естественно, команда. Без команды вообще невозможно было ничего сделать. И не мы это сделали, ни я, ни Арманд. Это сделала именно команда по адресному проекту. То есть по Челябинску это чета Баклуниных, по Ирландии это те люди, которые вывели, во-первых, на данных людей. А мы с Армандом как проводники, как и мне, мы все с вами на самом деле, мы проводники Skyway. Мы, тимуровцы финансовой грамотности, и такое выражение я внес, считаю, что финансовая грамотность никому на сегодняшний день не повредит. И мы, как именно люди, которые на данный момент, может быть, на более таком профессиональном уровне, опять же, повторяю, на данный момент, потому что при желании каждый из вас может и догнать, и опередить нас, если мы не будем каждый день двигаться вперед. И в таком постоянном напряжении и должен находиться потенциал и вектор развития нашего проекта. То есть мы всегда должны быть напряжены и жить в драйве таком. То есть это стиль жизни, это лайфстайл, строй Skyway, спасай планету. Это должно сопровождать каждого из нас с вами каждый день. И вот те ролики, которые мы видим, это действительно, я считаю, нужно доносить всем и каждому. Это презентация, это ваша презентация для новичков. Как вы думаете, поставьте плюсики вообще. Если вы покажете эту новичку, поставьте от 1 до 10, какой процент, соответственно, его подписания. И насколько он будет заинтересован войти в проект. То есть 1 это 10%, 10 это 100%. То есть просто интересно. И, соответственно, вот таких материалов будет еще больше. Их будет максимум. Уже, возможно, летом даже будут материалы, где поедет первый юнибайк. То есть лето, осень, этот период зависит именно от финансирования. Рисков технических у нас по-прежнему нет. И наоборот, все только улучшается. Улучшается динамический коэффициент, постоянные испытания. И что касается именно научно-производственного конструкторского предприятия, его заочно уже хочу и желаю называть как проектный институт, состоящий из более чем 13 КБ. Работу свою выполняет на самом высочайшем уровне по сравнению даже с современными корпорациями-гигантами. Несмотря на то, что нас всего лишь более 150 конструкторов, инженеров и так далее. Ну, естественно, потенциал растет. В будущем это будут тысячи. Весь этот бизнес-центр Титан, скорее всего, будет занят Skyway. То есть это будет цитадель. И настанут времена, когда уже будет тесно. Абсолютно так же, как настанут времена, когда будет тесно по применению адресных проектов технологии Skyway именно в тех местах, в тех регионах, где невозможно освоить транспортную инфраструктуру. Настанут те времена, где сейчас применяется какая-либо транспортная существующая инфраструктура. Соответственно, этап отбора, этап естественного технологического отбора будет происходить. И абсолютно так же, как мы выбрали мобильную сотовую связь на замену проводному телефону, эволюция технологическая произойдет. И, соответственно, время сделает свой выбор. Ну и, друзья, время наше пришло. Вот очень попросили на вебинаре для новичков во всеуслышание сказать, что да, действительно, Skyway, Skyway Invest Group, Skyway Capital, RSV, все эти финансовые потоки, мы являемся народным, я бы даже сказал, международным интернациональным проектом. Мы являемся реализацией именно в глобальном масштабе модели народного финансирования. И только народ на самом деле сможет пережить этот сложный этап, этот очень опасный этап, рисковый этап, получить за это максимальную венчурную премию. И только тогда будут присоединяться крупные инвесторы, которые сейчас являются потенциальными инвесторами. И вот тоже вернусь к французскому венчурному фонду. Ведутся переговоры, но это переговоры. Я сравнение такое привел. Все вы, я думаю, в студенчестве помните, когда уже все занятия посещены, все вроде как близится к тому, чтобы получить зачет. Но чисто из-за бюрократической системы время тянется, и вы просто ждете, чтобы получить этот зачет. Так вот, на данный момент также мы просто ждем сейчас по Челябинску. То есть максимум работы был проделан. Считаю, что на 100% было выполнено. Более того, составлена смета. Проектировщики оценили примерные стоимости. Сейчас мы выделили работы, которые необходимо выполнять именно на местном уровне. Остальные работы, естественно, будет выполнять наш проектный институт. Я буду называть действительно проектный институт, потому что это ближайшие самые планы, и мы станем самым крупным и самым влиятельным проектным институтом, потому что технологический шестой уклад рождается именно в Беларуси, то есть в Мариной горке. И, друзья, вот та работа, которая проделана, сейчас мы просто в процессе ожидания. В таком же процессе ожидания по Ирландии. То есть в январе это все звенится. Может быть, это звенится в Челябинске в декабре. И также параллельно развиваются многие проекты. С Сергеем Анатольевичем Сибиряковым мы будем вести именно адресные вебинары, то есть по адресным проектам. Это будет адресный спецОИП, обучающая институтационная программа. Почему инвестиционная? Потому что инвестируя в адресный проект, вы защищаете свои инвестиции, именно вложения в Skyway, потому что это также до пятого этапа будет идти на финансирование экотехнопарка. Естественно, первый этап, где будет создание и привязка, анализ макетов, планшетов местности, геодезия, исследование, формирование правильной трассировки. Это, естественно, будет за затраты конкретного инициатора адресного проекта, конкретной команды, конкретного населения, конкретного региона. Стоит надеяться только, естественно, в первую очередь на самоокупаемость, потому что Антуан де Сент-Экзюпери сказал в свое время, мы ответственны за тех, кого приручили. Можно сказать, что инициатор адресного проекта приручает свой адресный проект. Это их детище, и, соответственно, за детьми нужно ухаживать, их нужно воспитывать, их нужно кормить. И, соответственно, в будущем уже адресные проекты будут инициаторов, и нас всех с вами кормить, потому что именно сеть адресных проектов может сформировать ту капитализацию, которая планируется, как минимум один к одному в 2017 году. Может, это произойдет раньше. Первые прибыли могут пойти от реализации, когда появятся на то заказчики даже интеллектуального ограждения, то есть струнного забора Skyway. Ну, а, собственно, я молчу про мотор-колесо, я молчу про единую платформу, то есть юнибусы, юнибайки, юнилеты, юникары. И я молчу про сеть Transnet, которая будет развиваться как минимум километр. Дороги можно будет строить в сутки, именно говорить про высокоскоростное направление. Естественно, на первых стадиях это будет не быстрое строительство, это будет отработка и отладка всех возможных отклонений, дефектов. И пример тому авторский надзор на всех видео вы видели. И я поражаюсь, и я счастлив, что участвую в таком проекте, в котором учитываются миллиметры отклонений, потому что это может нарушить качество, это может нарушить именно соблюдение стандартов международных и высочайшего стандарта, по которому развивается технология Skyway. И, друзья, давайте будем искренне стремиться развивать по высочайшим стандартам именно в плане информирования, информирования населению. Потому что не заставит время себя ждать, когда поедет первый юнибайк. Я абсолютно уверен, что это произойдет в 2016 году. Как говорится, строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. И, друзья, только от нас с вами зависит, насколько быстро будет развиваться этот проект. И какую роль вы будете принимать и играть в нем, зависит тоже только от вас. И никто, кроме нас, на сегодняшний момент, не сможет реализовать этот проект. Это именно люди, это именно сеть, это именно народное финансирование, международное, интернациональное. Очищаем планету, воссоздаем новую экологию, очищаем от пробок, от транспортных коллапсов, сшиваем континенты в едином экономическом, геополитическом поле. Потому что именно глобальная транспортно-энергетическая коммуникационная сеть и будет решением, без всяких войн, с миром, с добром и с абсолютным благосостоянием будущих дольщиков международной транспортной и не только корпорации и создания новой инфраструктуры SkyWay. Благодарю за внимание. Ждем на следующих расширенных технико-экономических вебинарах. Собственно, вот на следующей неделе я буду уже отсутствовать, как минимум на вечернем вебинаре. И Арманд уже все расскажет вам про Ирландию. Обязательно приглашайте как новичков, так и все старички. Посещайте и будьте в курсе. А сейчас по такому именно абсолютно объективному и правильному призванию Сергея Анатольевича Собирякова народный экономист, наш именно супер прогнозист, макро прогнозист и тот человек, которому прислушиваются чиновники и, я думаю, в будущем целые государства. Сергей Анатольевич, вам слово. Алексей, спасибо. Ну, тоже прям совсем загнул. Но, в принципе, друзья, то, что мы делаем, и не раз уже были доклады, то есть я докладывал нескольким и руководителям государства, и премьер-министрам именно в проекте. Поэтому действительно этот проект развивается, к нему все больше и больше прислушиваются. Но, что самое главное сейчас, друзья, вот Алексей начал говорить про фонд, с кем мы сейчас ведем переговоры. Так вот, самый главный аргумент сегодня во всех этих разговорах это Марьина Горка, это полигон, и это то, что эта работа ведется. Потому что не было бы это, говорить было не о чем. То есть я, тем более, что я с этим фондом и с этой работой несколько, там, порядка пяти лет назад вел переговоры, вот мы остались довольны друг другу. Но весь вопрос, что когда это начнется двигаться, что вот на этой ранней стадии они не готовы входить. И вот как раз мы сейчас проходим ту самую критичную стадию, когда вот эти риски, они легли на сотни тысяч людей. Мы с вами не побоялись, взяли эти риски, да, инвестировали небольшие для каждого инвестиции, но вместе они сделали огромную работу. И сейчас то, что происходит, каждый рубль, который идет в строительство, каждый созданный сегодня, и опора, и модель, и то, что сегодня работает именно с точки зрения демонстрации, это, конечно, незаменимая вещь, которая создает доказательную базу для того, чтобы все больше и больше количество людей подключалось. И мы, конечно, очень серьезно, друзья, понимаем о том, что, вы говорите, мы говорим, многие относят скептически к этой информации, вы не представляете, какое количество раз, я бы даже сказал, сотен, тысяч раз Юницкий доводил и рассказывал о своем проекте, и сколько раз ему в лицо говорили, что это ерунда, что это не может быть, что этого никогда не будет, никогда не поедет. Я уж про себя говорю, что намного скромнее, но за 15 лет я тоже выступал перед сотнями и тысячами аудиторий, аудиторий, когда было абсолютно скептическое отношение, когда было очень такое предвзятое отношение, что этого не может быть никогда. Но, друзья, сейчас все, что происходит, то, что показывает о том, что, друзья, да, вы говорили, что это невозможно, а этот процесс... И сегодня, исходя из этого, друзья, мы как раз и говорим и обсуждаем, наступает уникальное время, когда можно людям говорить, вы относитесь к этому как угодно, верите, не верите, но если вы не заявитесь на Землю и не получите сегодня того подарка, который идет от компании для того, чтобы вы заинтересовались проектом, то вы просто, ну, мягко говоря, умный человек. Вы можете относиться к этому как угодно. Ведь, поверьте, когда зарождался интернет, когда появлялась авиация, многие говорили, что аппарат тяжелее воздуха, который не машет крыльями, он лететь не может, что это противоречит всей природе человечества, что это противоречит всем законам физики. Просто люди не знали, что такое закон Бернули, что такое закон сохранения энергии, не понимали, что такое подъемная сила и сила Жуковского, что такое коэффициенты сопротивления аэродинамического. Вот. Поэтому это, друзья, будет всегда. Но, тем не менее, самолет полетел, интернет появился, все это работает, все это идет, и скептики будут всегда. Тем более, друзья, это больше не скептики, а малограмотные люди, которые сегодня, вот если задать вопрос, что такое подъемная сила, что такое сила Бернули, за счет чего самолет сотни тонн находится в воздухе и не падает, при этом почему миллиарды устройств мобильных телефонов видят миллиарды других устройств, скажем, да, цифры набираешь разные, поэтому он посылает, да, о том, что это уникальная электромагнитная волна, которая генерируется именно специальным пьезоэффектом, это кристалл, который выделяет только кремниевый удар при электрическом токе, об этом мало кто вспоминает или из школьной физики помнит, вот, поэтому, тем не менее, друзья, это все работает, это инженеры используют, и сегодня, когда струнная технология развивается и продвигается, это тоже для многих является скептицем, потому что люди просто не обладают физическими знаниями, это абсолютно нормально, не все могут быть инженерами, не все обладают таким запасом знаний, как Юницкий, не все могут считать и умножать со скоростью 2-3 секунды трехзначное число на трехзначное число, поэтому это все, друзья, тоже для многих является не, ну, скажем, недоступным с точки зрения информированности, с точки зрения развития, но, друзья, объяснить то, что сегодня земля, которая инициируется раздачей президента Путиным, она может быть использована и с помощью новой технологии, она становится золотой, это, друзья, по-моему, донести можно до каждого, и как раз в этом плане от человека не требуется ничего, ни копейки затрат, еще раз повторю, ни копейки, для того, чтобы заявиться и получить землю, для того, чтобы зарегистрироваться в проекте и получить чайный пакет интеллектуальной собственности, эквивалентное определенному количеству обязательств, это, друзья, не требуется ничего для этого, это делается с одной целью, чтобы вы были заинтересованы в том, чтобы этот проект, первое, развивался, и второе, чтобы вы постоянно узнавали об этом информацию, и поверьте мне, что тот, кто зарегистрируется и получит землю, и который получит пакет акций, соответственно, когда он будет слышать, что идет развитие проектов в Дублине, идет развитие проектов в Челябинске, в Екатеринбурге, когда будет встреча с мэром Москвы, когда будет принято решение о строительстве таких парков во Вьетнаме и в Гонконге, он в автомате будет вспоминать, что у него есть земля, которая завязана на эту технологию, и эта технология, если будет развиваться, она даст каждому человеку определенную прибыль. Поэтому, хочешь не хочешь, человек будет за этим следить, и он будет к этому, первое, заинтересован в развитии, и второе, рано или поздно придет понимание, что только вместе можно это развивать. Поэтому, друзья, мы запускаем этот проект, мы двигаем сейчас именно то, что донеси информацию до каждого, что есть информация, есть сегодня проект по земле на Дальнем Востоке, и вы можете сегодня стать участниками этого проекта. Эта земля станет самой дорогой землей на Евразийском континенте, именно потому, что через эту землю пройдет трасса Skyway, пройдет, соответственно, линейный город, и, соответственно, это будет самая развиваемая территория. Тот пакет, который сегодня дается изначально, он имеет все шансы стать соизмеримым с миллионами долларов, евро, евразийских рублей, неважно. То есть это будет очень существенным капиталом, который может, соответственно, изменить жизнь вашу лично, всей вашей семьи. Ведь мы же тоже не раз приводим, действительно, и Арманд это приводил как исторический, как факт медицинский, что он на одном из форумов в Лондоне столкнулся с семьей, которая получила, прадед которой получил за неделю работы на лондонской подземке, акции компании, потому что она не могла на тот момент расплатиться деньгами. И сегодня вся семья на дивиденды от этой подземки живет и не работает. Это очень существенный доход. И они все вспоминают и говорят, что же тогда он за вторую неделю не получил тоже эти акции. Лучше наши прадеды не попили бы чай с сахаром, а мы бы сегодня имели в два раза больше дохода. Это, конечно, утрированное восприятие, но это действительно, друзья, так. И очень много примеров, когда пакет акций в Apple, который был продан там менее чем за тысячу долларов, сегодня стоит десятки миллиардов долларов. Это тоже факт медицинский, его тоже отрицать нельзя. Поэтому примеры есть, друзья. И все это говорит о том, что только высокотехнологичные, только научные, только прорывные технологии могут дать такой эффект. Не может сегодня ничего другое, то есть продажа акций «Газпрома» или продажа акций «Сбербанка» сегодня при инвестиции в несколько долларов или в несколько рублей приносить тысячи и миллионы, потому что это, друзья, смотрят и делают тысячи людей, брокеров, фондов, компаний, банков и так далее. Это, друзья, рынок, который работает под другим законам. А мы сегодня создаем принципиально новое. То, что еще до нас не было, и то, что сегодня восстановлено всеми. Никто еще не пытался продавать сибирский холод. Никто еще не продавал сибирскую воду. Никто не возил сегодня пассажиров в те труднодоступные места, которые завтра будут освоены. Никто не сегодня из-за миллиардов гектар земли, которые сегодня находятся на Евразийском континенте, не выделял несколько миллионов и через них не пускал дорогу. Это, друзья, все по-новому. Это то, что сегодня делается и запускается. И в чем вы сегодня принимаете участие. Друзья, это происходит на фоне сегодня общего падения, общего обнищания. Фактически экономики сегодня нашей страны, которые просто начинают работать на пределе возможностей. И то, что мы сегодня будем видеть, и то, что будет происходить на наших глазах, вы видите, что уже закладывается нереально неисполнимый бюджет. Уже сегодня делаются заявления о том, что пенсионные накопления будут снижаться, зарплаты будут снижаться, инфляция будет съедать все наши накопления, потому что за счет другого невозможно финансировать государственные расходы и те затраты, которые сегодня нам навязали. Это, друзья, то, что сегодня нас обсуждает, и то, что, к сожалению, в 2016 году будет только усиливаться и только набирать обороты. И если бы мы с вами не строили наш экономический ковчег, если бы мы с вами не запускали проект, который может в корне изменить эту ситуацию, то все бы мы были в крайне сложном положении, и мы даже не видели бы выходов, которые сегодня можно создавать, из которого можно выходить. Поэтому на сегодняшний момент то, что мы делаем, оно не имеет альтернативы, и строить SkyWay, спасая Россию, это сегодня единственный путь, который может быть реализован. Когда он будет реализован? Или после тех тяжелейших событий, которые нас ожидают, после этого придет осознание, или после того, как мы с вами продемонстрируем первые проекты, и туда придут крупные инвесторы, и мы начнем строить в Ирландии, в Париже, в Голландии, во Вьетнаме, а потом придет осознание. И здесь у нас, как в свое время, тульский трамвай строили голландские компании. Все, друзья, это мы ожидаем и будем видеть в ближайшее время. А с вами, друзья, делаем, работаем, и то, что зависит от нас, мы, друзья, делаем самым лучшим образом. Благодаря нашей с вами работе сегодня функционирует конструкторское бюро, благодаря нашей с вами работе строятся сегодня модели, которые демонстрируются, и строится полигон Марьиной Горки. И это становится все более и более доказательной базой для того, чтобы приходили заказчики, для кого-то приходили крупные инвесторы и крупные игроки. И это, друзья, абсолютно, вот как Алексей сказал, эта работа сейчас делается, а когда это произойдет, это только вопрос времени. Произойдет это в январе, как мы ожидаем, после переговоров с французами, или в марте, когда Юницкий будет вести переговоры с китайскими, очень крупными фондами, которые готовы стать заказчиками, или это произойдет после заказов, которые будут после демонстрации подвижного состава в октябре, в ноябре следующего года. Но то, что это, друзья, абсолютно точно, это уже не вызывает никаких сомнений. А мы с вами свою работу делаем, и мы для вас как раз сегодня и сделали такую структуру, чтобы именно доведение информации, чтобы сначала для новичков, и кто присутствовал, смотрел, и чтобы вы каждый, кто ведет работу, и для кого нужна эта информация, мы как раз, друзья, показываем. Рассказывайте о гектаре земли, которую сегодня раздает государство, рассказывайте о проекте, который может сделать этот гектар золотым, рассказывайте о том, что можно сегодня уже стать совладельцем интеллектуальной собственности, просто зарегистрировавшись в проекте, и рассказывайте о тех адресных проектах, которые сегодня демонстрируют то, что сегодня реальная технология и реально ваша золотая земля. Это уже требует не таких больших усилий, и даже самые большие скептики, которые сегодня есть, они все равно будут в этом заинтересованы. А для тех, кто уже начинает понимать ценность акций, для тех, кто начинает понимать ценность венчурных премий и, соответственно, капитализацию того капитала, который он создает, для этого мы создаем целую систему стимулирования, для этого идет сейчас проект, который закрепляет дисконты 1 к 600, если вы являетесь регулярным инвестором. Для этого мы как раз делаем программы, которые ведет наш фонд и стимулирование, потому что это, друзья, направлено и работает с теми, кто уже осознал и кто хочет увеличить свой капитал, кто хочет, соответственно, дальше работать и получать большие премии. Поэтому на этом, друзья, я свою часть еще раз заканчиваю. «Строй Skyway, спасай Россию», «Строй Skyway, спасай планету» — это то, что мы сегодня движемся. А я еще раз передам слово Алексею, как раз он проиллюстрирует и сделает как раз то, что связано с теми, кто уже понимает ценность акций и то, что сегодня необходимо понимать каждому из вас к активному и продвигающему инвестору. Все, друзья, всего доброго. Алексей, тебе слово. — Благодарю, Сергей Анатольевич. Друзья, ну, собственно, каждый вебинар мы будем заканчивать тем, что нужно осознавать и понимать вообще, зачем мы здесь собрались. Мы хотим, чтобы это реализовалось. И, соответственно, это не реализуется, если не будет регулярных инвестиций и финансирования экотехнопарка. И вот на технико-экономическом вебинаре Андрей Федорович Ковратов, так как конверсия и статистика достаточно мощные, выделил именно 30% на ОИП, то есть это от 10 до 75 долларов, получаете плюс 30%. Это для тех, кто вначале может быть, боится входить на крупные суммы, относительно крупные, для кого-то 100 долларов — это крупная сумма. И, пожалуйста, вы можете попробовать всего 48 часов и, соответственно, примите для себя правильное решение. Любое решение, оно будет правильное. У каждого свой момент входа в Skyway. То есть вот я еще раз продублирую в чат сам промокод. Это действительно очень выгодные условия. И рассрочка спецдисконт на 10 месяцев, ну, тут вообще нет слов. То есть летом, я думаю, будет дисконт 1 к 20 в основном, 1 к 5, может быть, даже максимальный 1 к 100 будет. И, соответственно, на 10 месяцев зафиксировать дисконт. Друзья, ну просто вдумайтесь в это. И если вы это еще не сделали, и если вы еще об этом не рассказали своей структуре, то просто расскажите, проинформируйте, оповестите людей об этом. И я всех приглашаю на международный телемост. То есть вот в конце вебинаров мы всегда будем освещать события. И те люди, которые остались, вот 377 человек, присутствовало больше людей. Ну, собственно, может быть, ушли новички, может быть, у кого-то поздно. Но на телемост я рекомендую занести себе в календарь, потому что будут выступать все руководители отделов. Будет прямое включение Анатолия Эдуардовича Ницкого. Для кого-то это будет отличным подспорьем поучаствовать в этом телемосте. И это может быть началом для кого-то пути в Skyway. И что мне очень нравится, и я сам сейчас это направление по своей первой линии буду развивать, это телемаркетинг на 1 миллион. То есть я не буду говорить, реально это или нет. Это реально. Я вижу это по своей структуре, я вижу это по структурам своих лидеров. То есть такой поток сформировать абсолютно реально. А теперь подумайте, если у вас будут те способы, те фишки, те именно современные инструменты и принципы продвижения через телефон, через Skype, через связь голосом. И вы сможете закрывать сделку, вы сможете рассказать и доходчиво донести информацию человеку, именно новичку. И, соответственно, мы в нашем проекте можем рассказывать действительно об этом всем и каждому, потому что это очень благое дело. Это фактически изменение мира устройства в лучшем смысле этого слова. И очень важно понять, как в домашних условиях профессионально подключать инвесторов. И если вы желаете получить этот инструментарий, то, пожалуйста, для тех... Это не для всех. То есть это для тех, кто понимает ценность уже проекта. Для тех, кто проучаствовал в спецдисконте от 100 долларов с 16 по 17. Соответственно, я вот сегодня еще раз проинвестировал именно в спецдисконт, чтобы выражать свою преданность проекту каждый месяц. И инвесторы от 100 долларов с 1 декабря по 17 декабря. Все эти люди, ну, собственно, если вдруг будет продлен, именно вот спецдисконт, продлен он будет или нет, я не знаю. То есть это зависит только от головной компании. Но, соответственно, вот по телемаркетингу просто посетите это событие, и ваш бизнес начнет расти очень серьезно. Потому что мы были в октябре на тренинге, ну, для кого-то, кажется, может быть, негативной личностью. Джордан Белфорд, это Волк Солл-Стрит. Но единственное, что могу сказать, этот человек действительно совершил и чувствуется в его тренинге. Десятки, может быть, и сотни тысяч звонков. И все эти знания, как от Белфорда, так и все, что впитала в себя Ольга Шантина и Андрей Федорович Ковратов. Весь этот опыт будет передан на тренинг. Я сам его жду. Сам буду обучаться. Учись, учись, еще раз учись, как завещал дедушка Ленин. И строй Skyway не то, что завещал, а как просит. И каждый из нас с вами понимает, что реализация этого проекта – это будущее наше с вами благосостояние. В свете угасающей, утопающей экономики. И абсолютно неинфраструктурной, абсолютно нелогичной, неразумной логистики. Собственно, до скорых встреч на расширенных вебинарах, на вебинарах для новичков. Строй Skyway спасай Россию, как минимум, друзья. Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Согласно данному обещанию, мы держим вас в курсе всех главных событий, которые происходят в жизни нашей организации. Сегодня мы приехали в Экотехнопарк Skyway для того, чтобы рассказать вам о том, что здесь происходит. Пройдемте вместе с нами на площадку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день! Продолжение следует... Представьтесь, пожалуйста, для наших инвесторов, акционеров, партнеров. И расскажите, где мы находимся и что сегодня здесь происходит. Меня зовут Владыка Павел. Я ведущий инженер конструкторского бюро железобетонной конструкции. заостренные технологии. На данный момент вы видели, как происходил монтаж рамы промежуточной опоры. Для того, чтобы монтировать конструкцию, нужно было обеспечить требуемые допуски по ТКП и монтаж строительных конструкций сборных. У нас вышло лучше. Мы обеспечили допуски не только по ТКП, но еще и уменьшили их в два раза. На данный момент еще проводили авторский надзор на армирование конструкции. Сейчас уже, как вы можете посмотреть, поставлена опалубка на диафрагму 1 анкерной опоры, которая впоследствии будет являться и посадочной станцией. Склонений никаких не выявлено. Данная диафрагма уже, так как строители имели опыт постановки одной диафрагмы, на второй диафрагме возникало намного меньше вопросов. И, соответственно, процесс работы происходил быстрее. Бетон на первой диафрагме уже набрал проектную прочность, поэтому уже была снята опалубка. И, соответственно, ждем, пока готовится на заводе бетон для заливки первой диафрагмы. Арматурные каркасы выполнены по всем требованиям, с требуемой точностью. Соблюдены все защитные слои, соблюдены все пересечения арматуры по нашему СНБ в правильной последовательности. Поэтому за работу данной конструкции по назначению мы не беспокоимся. Ждем, покуда приедет бетон. Прекрасно. Мы видим, что в любую погоду сотрудники за устроенной технологией, а также подрядчики работают, что не может не радовать. А скажите, вот вы говорили о точности этого ригеля, установки этих стоек. Почему это важно? Что здесь будет? Это, как я понимаю, первая промежуточная опора. Да, это первая промежуточная опора. Сейчас вы видите, что установили две стойки, установили ригель, который данной конструкции образует раму. Еще не хватает в данной конструкции верхнего ригеля, который будет размещен на двух стойках. И по этому ригелю будут монтироваться металлические фермы, которые также будут являться путевой структурой. В дальнейшем должны поставиться таких же 18 опор. Где-то будут и металлические опоры. В основном все железобетонные. И, соответственно, расстояние между этими опорами 50 метров. И по этим опорам будет укладываться путевая структура. Точность нужна была для того, чтобы обеспечить нам большую комфортность при движении юнибуса по путевой структуре. Спасибо вам большое. Очень было интересно. Я думаю, что мы покажем установку верхнего ригеля. И все остальное, о чем вы говорили, по мере продвижения работ в экотехнопарке Skyway. Стройте свое будущее вместе со Skyway. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу aerosvedefisystems.com Становитесь членами нашей команды. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету! Спасайrak Tasman Продолжение следует...